Продолжил бы, может быть, даже сразу начать, ну, не с дискуссии, но, по крайней мере, с обсуждения, потому что мне, например, не очень ясен один вопрос, и для того, чтобы хоть что-то обсуждать, мне хотелось бы выяснить из присутствующих, кто как ответит на него. Вот, очень простой вопрос, простой по звучанию вопрос, но очень сложный по, скажем так, его позиционированию вообще, особенно в философии, да и вообще в других сферах, которые не так связаны с философией. Вот, я вот думаю, еще, когда у нас такое идет обсуждение просто по теме, то, мне кажется, хорошая идея, чтобы каждый коротко что-то по теме сказал бы в начале, без обсуждения, просто обозначиться, а дальше уже идти в обсуждение. Вот, мне кажется, это какая-то хорошая идея. Вот, может быть, мы тогда с этого сейчас начнем, и заодно каждый в этом проявится как-то. А, хорошо, давайте, значит, я сейчас задам вопрос, на который попросил бы ответить всех, но ответить расширенно и ответить что-то по теме, то есть, что они думают по теме, то есть, по данной ответить на вопрос мыслитые животные, да? А еще жива ли нейросети, я предлагаю? Ну, вот это ваше предложение, твое предложение, то есть, я как-то не очень понимаю, потому что ответ все-таки настолько однозначен, что она не живая, что нет, там есть, может быть, что-то обсудить, но тем более, что если касается именно нейросети, очень узкого такого айтишного приложения, не вообще, как бы, еще можно было обсуждать жива ли операционная система, вот, компьютер, то есть, это можно было бы как-то, а вот... А операционная система не производит впечатление живой, а сеть производит. Подождите, я бы, извините, не могу не удержаться, вопрос в том, собственно, то, что она сейчас не живая, это да, но можем ли, вот это исследование, так называемое, artificial life, искусство, но может ли она быть живой, можем ли мы ее оживить, вдохнуть в нее душу, вот я бы так провокационно сказал, в принципе, или вообще это как вечное дело, это такая, значит, киберутопия, которой даже, от которой сразу с самого начала надо отказаться. Я бы вот так поставил вопрос. Ну, можно так, я не думаю, что это кибер касается утопии, а это касается вопрос сугубо онтологический, сугубо онтологический. То есть, каков онтологический статус вот этого устройства? То есть, можно сказать, паровоз взять и спросить, ну, онтологический статус, вещь, механизм, да, и что бы там дальше ни случилось, она никогда не станет ни вещью, ни механизмом. Вот, и нейронная сетка – это тоже конкретный набор вполне конкретных ячеек там, либо процессорных, либо с памятью, да, и набор параметров. Вот превратится на что-то в другое или нет? Ну, да, да, вот на этом трансформируется, так сказать. Давайте мы сделаем, да, уже мы начинаем, давайте вот пройдем по этой схеме, что сначала мы не коммуницируем никак, а просто каждый что-то скажет по теме, да? Хорошо, только я один вопрос задам. Да, 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 очень важный такой вопрос. Коротко по теме, а потом мы уже идем в обсуждение, только желательно коротко, чтобы у нас на обсуждение больше времени оставалось. Да, вот, значит, вопрос такой, совсем простенький. Почему, что позволяет нам отличить один объект от другого? Вот, то есть, ну, скажем, почему я стол вижу как стол, а стул как стул. При том, что речь идет не о том, что отличие стола от стула, а, скажем, отличие идет, я что-то не различаю, вот не различаю. Ну, скажем так, я не отличаю терцию от кварты. Или вообще интервал музыкальный, нет, не различаю. А что-то различаю, скажем, цвет там зеленый от красного различаю. Вот что во мне или в каждом из вас есть такого, что позволяет либо различить, либо не различить. Не отличить одно от другого, один объект от другого, а вообще вот отличить объект. Почему, скажем, вот лягушка, которая различает движущуюся с определенной угловой скоростью, углового размера точку как потенциального пищу, а что-то другое она вообще не различает. Вот что, как мы это характеризуем, каким словом, почему одни, скажем, субъекты, различатели, одни различатели что-то различают, а другие не различают. От чего это зависит и на что мы должны обратить внимание, как мы должны назвать вот то, благодаря чему мы различаем. Вот такой вот простой вопрос. Ну, в кавычках простой, конечно. Ну, то есть каждый сейчас высказывается по теме, думают ли мыслишки животные. И вот имеется ли у него ответ на этот вопрос. С учетом вопроса, который вот сформулировал Александр сейчас. И желательно коротко, чтобы нам перейти уже дальше в дискуссию. Да, а сейчас без коммуникаций пока каждый просто, чтобы высказался. Ну, я просто кратко свое мнение. Я тут от Спенсера Брауна, вот, может быть, не совсем это будет ответ на вопрос, значит. Но, тем не менее, вот, чтобы для меня различение – это процесс. Чтобы наблюдать, надо провести различия. Чтобы различать, надо… То есть это два, такая, это сенсомоторная, так сказать, некоторая практика. И поэтому вот то, что я различаю, не различаю и так далее, я все-таки здесь еще и схожу из того, что я могу научиться различать. То есть я могу обрести, я могу натренировать себя, значит. Вот мои пальцы вот когда-то меня учили, например, играть на пианино, да, значит. И вот, а потом меня учили, я эти клавиши, я их, так сказать, мои руки различают, мои пальцы касаются этих, значит. И на каком-то этапе это превращается в автоматическую привычку. Ну, я ясно выражаюсь, надеюсь. Я просто к тому, что для меня сам вопрос о развлечении и неразлечении – это вопрос, так сказать, вопрос обучения. Чему обучение? Что меняется, когда вы стали различать? Что у вас изменилось? Давайте сейчас без обсуждений. Во мне изменился навык, я стал видеть по-другому. Нет, это результат. А я нет, я в процессе, это оно, так сказать, оно зацеплено. Все, да, да. Я вижу процессы, результаты для меня, вот как по Анохину. Да, сейчас каждый по теме что-то говорит, и потом мы переходим, вот, собственно, к разговору. Ну, хорошо, если позволите. Значит, к вопросу о развлечении, полагаю, развлечение – это процесс абстрагирования, то есть процесс пренебрежения частью признаков в пользу других признаков, рассмотрения их как ключевых в данном феномене, и они, по идее, должны отличать его от всех остальных. Просто Александр привел в качестве примеров, чисто, примеры восприятия, а, строго говоря, я могу различать что-то, что не воспринимал никогда, то есть работать с полностью абстрактными понятиями, и поэтому, вероятно, там где-то не имеет смысл искать этот корень. Вот. Ну и то, что касается мышления животных, на сегодняшней нашей теме, вероятно, да, животные все-таки должны мыслить, точнее, мы должны считать, что животные мыслят. Под мышлением я понимаю способность работать со знаками, то есть способность воспринимать феномен как что-то, чем феномен не является. Да. У меня все. Да, хорошо, спасибо. Коротко по теме каждый высказывается, пока без разговора. Я еще раз повторю, вот я специально убежал, чтобы найти эту книжку. «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?» Да, да, да. Это «Франц Деваль». Очень интересная книжка. Она начинается с того, что шимпанзе стала собирать солому, хотя в этот день она находилась в комфортных условиях, но предыдущий день был промозглым, поэтому она решила себя и своего сына предотвратить. То есть предиктивный анализ для нее вполне допустимая вещь, и это показано. Есть Нобелевский лауреат, который написал книжки про ос, лошадей и еще кого-то, не помню. Очень поучительные истории там и прочее. Я только что приехал с Крыма. Вот я плаваю в дождливую погоду, когда штормит, а вокруг огромное число медуз. Вот они различают или нет? Они строят предиктивную модель или нет? Какого черта они приплыли на пляж? А вот в нормальной, в стиле их нет вообще. Только такие маленькие детеныши плавают вокруг и все. Неужели у медузы где-то есть орган мышления? Или, допустим, на американском побережье все акул боятся. Вот мы в Черном море не боимся, а там акулы. А у акул, оказывается, есть датчик, который различает за 1500 километров от нее определенные объекты. И если этого она не делает, она погибнет в океане. Они вокруг земного шара плавают вообще совершенно спокойно. А вот если магнитным полем на них воздействовать, они теряют траекторию своего движения. То есть у них еще и магнитный датчик есть, который у нас вот здесь есть. Ну и большинство из нас даже не думает о том, что гайва-марово-пазуха – это объект для различения магнитного поля, которое мы различаем, но не идентифицируем и не применяем в своей деятельности. Оно нам вредит. Почему? А потому что мы, шимпанзе, у которых хвост отвалился, у нас был 12-ти мектор, векторный, 12-ти, вернее, компонентный тензор движения, как у акул или у китов. У них 12 типов датчиков. А у нас 6 из них загрязли. И, соответственно, мы недоразвитые акулы. Вот мой тезис такой. Спасибо. Давайте я попробую. Я прошу прощения, что я без видео. У меня просто тут там как бы я вот скрылся язык, поэтому канал слабенький. Отвечая на вопрос сознания, мне кажется, здесь надо различать все-таки высших животных и низших. И если низшие, это скорее, если сознание, то полностью объективное. И здесь нужно отвечать, опять же, мы говорим о субъективности или объективности. И, наверное, низшие, конечно же, не обладают субъективностью. А высшие, наверное, там шампанзе и, в принципе, действительные субъекты, суть по всему, обладают. И вопрос баланса объективного и субъективного. И вот степень баланса, чего больше определяет, наверное, общую какую-то способность к мышлению, к осознанному мышлению. Хотя неосознанное мышление объективное тоже может быть достаточно разным, достаточно сильным. Но здесь, мне кажется, больше вопросов. В общем, я пока открыт к этому теме. Хотя, наверное, склоняюсь к тому, что у высших, по крайней мере, точно есть. Что касается... Ну, наверное, и все, пожалуй. Про нейросети могу сказать, что, мне кажется, это вопрос такой, скорее всего, нериторический, говорить о том, что это что-то живое, наверное, мягко говоря, преждевременно. А про развлечение, то здесь хочется вспомнить Хайдеггера. Это существование для. То есть, вот, собственно говоря, мы отличаем кварт от сердца, потому что для нас это не существует. И различаем то существование. Поэтому здесь первые являются не даже признаки, как вот мы какие-то признаки отличаем друг от друга и наличие абстракции, приходит что-то из внешнего мира в наш внутренний. То есть, происходит какая-то вот энтериализация. И тогда у нас возникает развлечение. Если нет, то нет. То есть, вот здесь, мне кажется, надо от Хайдеггера как-то оттолкнуться. Ну, по крайней мере, я это делаю. Вот вопросы про развлечение. Спасибо. Так, у меня, наверное, все. Я тоже пару слов скажу. Тоже прошу прощения за то, что без видео. Я с телефона, и у меня либо видео, либо аудио. Ну, вот, когда мы говорим о мышлении, тут же опять возникает вопрос, о чем конкретно мы говорим. Это вопрос терминологии. Все-таки о мышлении только как о способности, например, корректно реагировать на стимулы, о научении, о работе с теми же знаками. Или мы понимаем под мышлением то же сознание. То есть, тут такая грань довольно тонкая. Либо наоборот, не тонкая, а жесткая. Если мы говорим о мышлении, тогда я, конечно, согласен с тем, что животное может мыслить, то есть, может корректно реагировать. Да, пропадает что-то. Да, вот, да, техника вмешивается в нашу действительность. А меня сейчас слышно было? Нет. Не было слышно тебя какое-то время. А не было, да? Да, не было. Ну, смысл в том, что я разделяю мышление и сознание. Если у животных мышление действительно возможно, то есть, могут корректно реагировать на стимулы, могут научиться, есть работа со знаками, с этим я не вижу каких-то проблем. А вот что касается сознания, там все сложнее, потому что, когда мы говорим о сознании, мы не должны забывать о том, что нам нужно указать на функцию сознания. А сейчас с этим проблемой, потому что ни один человек не может корректно указать на то, что сознание, собственно, делает. Хотя бы потому, что проблема функции сознания упирается в так называемую трудную проблему сознания, взаимодействие ментальное и физическое. В общем, резюмируя, я считаю, что мышление у животных, да, есть и очень сложное. Но, опять же, оно проходит в темноте. Что касается сознания, то нет, я думаю, что у животных сознания нет. Ну, или, по крайней мере, склоняюсь к этой позиции. Спасибо. Спасибо. Мне кажется, я, к сожалению, опоздала. У меня тут, кажется, будильник неправильно время показывал. То есть, вот Александр, когда начнёт говорить, да, мне кажется, что стоит всё-таки действительно сказать, что такое мышление, да, и о каких конкретно животных мы говорим, потому что все различаются. И отсюда уже посмотреть, потому что, ну, те книги, которые я сейчас подняла, там и про кошелотов, про косаток, про шимпанзе и павианов, которые считаются сейчас одними из наиболее высокоинтеллектуальных животных, да, которых изучают, там совершенно удивительные для меня вещи открываются, которые, скажем, то же сознание, как оно в коммуникациях или оно там рождается и как-то отражается. Вот. И учитывая, что есть межвидовые попытки, межвидового общения, да. Вот. На этом я, ну, как бы завершу, и уже потом надеюсь, что, может быть, у нас будет какая-то небольшая дискуссия, прежде чем просто мы скажем своё мнение, ну, как впечатление, да, как обычно. Конечно. Спасибо. Спасибо. А, ещё, знаете, ещё важный момент, об этом говорил Олег Альбертович в предыдущих, да, то есть когда мы говорим о языке, да, то есть язык жестов, да, или язык и речь, да, то, что вот различает. Как бы речь, как я понимаю, только сейчас отводит, что она есть у людей, это как физиологические, да, артикуляционные вещи такие. Вот. То есть их тоже, наверное, стоит разграничить и как-то, ну, чтобы не запутаться, вот, скажем так. Вот. Всё. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Так, ну, вот, можно я тогда скажу. Для меня, видите, здесь три очень разных вопроса, они для меня совершенно не связаны друг с другом. Первый – это вот про нейросеть, который был, это отдельно. Второй – это про развлечение объектов, но развлечение, оно, в принципе, необходимо для выживания. Если любое существо живое, оно не различает, то оно просто гибнет. Это, как бы, я думаю, что это уходит ещё к амебам. Вот. А что касается мышления, то я здесь, в общем, придерживаюсь всё-таки позиции Декарта. То есть я считаю, что животные мыслить не могут. Вот. Мы на них переносим некоторые вещи, которые для нас кажутся привычными, потому что мы имеем язык. А то, что, допустим, ну, я знаю эксперименты, связанные с тем, что какие задачи могут решать вообще животные, вот. Но это всё равно мы на них переносим наши определённые качества. Ну, то есть то, что мы умеем и то, что мы называем мышлением, переносим на животных. Вот. Ну, а касательно мыслящих акул, это, конечно, забавно, но я плохо представляю себе, чтобы, например, акула сочинила что-нибудь вроде войны и мира, например, или ещё что-то такое. Вот. Вот в своих путешествиях. Вот. Или, например, от Арктики до Антарктики. Вот. Замечания субъектности. Ну, и потом ещё тут один момент прозвучал насчёт субъектности, как одного из качеств мышления. Ну, вот это я... Это тогда ещё один аспект. То есть здесь мы смешиваем просто очень много разных вещей, я считаю. Вот. Ну, а про знаки это отдельно. То есть мне интересно, что вот Александр скажет по этому поводу. И тогда я хотел бы вот уже дальше подумать. Спасибо. Да, спасибо. Так, у нас осталась Евена и Юрий, по-моему, ничего не говорил тоже, да? Да, ну, для меня тут тоже очень сложные и очень разные вопросы. Их можно друг с другом, наверное, как-то связать. Посмотрим, как вот Александр их свяжет. Но поскольку он просил ответить, то я, так сказать, считаю свои пять копеек невозможно вложить. Ну, вот я занимаюсь Гусерлем последние несколько лет и у него, в общем-то, никакой пафос. Тут я с ним согласна, но я за его авторитет все-таки спрячусь. Значит, мы различаем то, что наделяем смыслом. Значит, вот у нас могут быть, ну, перед нами может быть абстрактная картина, которая состоит из линий, точек, пятен цвета, ну, абстрактная картина, так сказать, мы видели, и мы на ней ничего не различаем. Но стоит нам осмыслить, увидеть какой-то образ, мы для этого должны были его знать заранее. то есть мы различаем основываясь чисто на опыте. Мы не можем различить что-то совершенно новое, нам надо сначала с ним познакомиться посвенно каким-то образом. Но как только мы что-то увидим в этой картине осмысленное, как мы сразу его различаем. То есть работа развлечения непосредственно связана с работой осмысления. Вот это пафос гусы. И это так и у животных тоже безусловно. В этом плане если мы назовем работу развлечения мышлением, если мы построим мышление как машину различий, то безусловно животные узнают то, что знают и могут осмыслять это. Для собаки хозяин представляет собой очень осмысленную вещь. Так что если мы назовем это мышлением, то животные мысли. Но конечно же очень много мнений о том, что такое мышление. Так сказать, Щедровицкий, старший конечно Щедровицкий, он говорит, что мышление встречается среди людей так же редко, как танцы среди лошадей. Так что еще не факт, что мы мыслим все время, то есть то, что мы делаем, называется ли это мышлением. Это зависит от того, какое определение дать мышление. То есть нам надо договориться. То ли я увидела стакан и узнала стакан и выпила из стакана это акт мышления, то ли я пытаюсь понять гусарля и даже это еще не мышление. вот это надо зафиксировать, что мы имеем в виду под мышлением, потому что все понимают это. Вот, вот, спасибо. Да, спасибо. Юра, ты остался последний, еще на минуту. Ну, да, хорошо. Ну, естественно, животные, скажем так, мыслят в кавычках, у них есть такие же модели в голове, в мозгу, которые у нас реальности, в которых они функционируют, иначе они бы не выжили. В этих моделях они, само собой, выделяют себя и ближайшее окружение, врагов, друзей, пищу. То есть такие модели существуют, значит, в принципе, у них есть элементы, скажем так, самосознания все-таки. Вот. В этом они от нас ничем не отличаются. В этом смысле даже человек, когда он погружается в свои абстрактные миры и начинает строить какие-то модели, часто бредовые, так сказать, ничего там хорошего и нет. Хорошо, если человек обладает какой-то логикой, чем-то еще, какую-то пользу ему приносит, а так, кроме страдания, ничего не приносит. Животное, понятно, оно встроено в этот мир, ему надо выживать, оно просто, но не уровень, работает больше на эмоциональном уровне, который обеспечит связь с телом, потому что надо быстро реагировать, надо выживать, а домашние животные, да, они по-другому у них, как у человека, там эмоции немножко уходят, они по правилам уже начинают, там покормили, поспали, погели, все понятно, складывается другая картина мира. Вот, здесь, ясно, ну ясно, раз у них нет символьной всяких вещей, то у них не может быть и культуры, как у людей, тоже понятно, где они хранят, может быть, есть какое-то хранилище, может быть, на уровне архетипов все-таки где-то хранится, в Аллае-Виджиняне, там тоже накапливается, может, до конца непонятно, тайна нашей психики, скорее всего, так сказать, все-таки мы получаем знания не только из опыта, но откуда-то еще, на мое мнение, такое больше подозрение возникает, даже вот архитектура современная, всех этих искусственных интеллектов, она в конце концов будет сведена к тому, что будут точки раздачи этого интеллекта, тоже понятно, почему, знания, вернее, интеллекта, ну, развлечения, ну, тут все, понятно, что с опытом связано, с обучением, что еще, компьютер, интеллект живет или мыслит, ну, ясно, что, скорее всего, то, что мы пока наблюдаем, это примитивная реакция на уровне амек, но тоже форма жизни, в общем-то, можно сказать, мы мышление, конечно, ну, все, да, спасибо, я тоже, да, еще несколько, я тоже что-нибудь скажу, да, ну, вот, я сейчас размышлял на эту тему, и, во-первых, для меня понятно, что ничего не понятно, ну, что названо очень много вещей, которые требуют каких-то определений, каких-то понятий, ну, понятия мышления, понятия развлечения, понятия сознания, понятия смысла, да, вот, вещи, которые были названы, очень важные в контексте вот нашего разговора, но которые, ну, просто нет времени сейчас для того, чтобы делать какие-нибудь такие, более-менее строгие какие-то определения, ну, вот, но где-то, считается, что где-то на каком-то интуитивном уровне, вот, какое-то понимание есть у меня там и у других участников сегодняшней встречи, вот, ну, что касается, вот, развлечения, вопросы, которые задал Александр, то я его понимаю так, что развлечения, развлечения, как некоторые, как некоторые антологические, что ли, факты, ну, типа развлечения, как некое свидетельство того же самого сознания, например, или понимания, потому что, скажем, ну, происходит какое-нибудь там действие в физическом мире, камень взял и раскололся на две части от того, что у него там ударила молния, предположим, вот, и то есть, здесь тоже произошло некое развлечение в этом физическом мире, но тогда нам надо говорить о, что такое понятие развлечения, да, вот, Спенсер Браун ввел математическое понятие развлечения, я сейчас обрисовал какой-то, хоть намек дал на какое-то понятие развлечения физическое, ну, и мне вообще говоря, представляется, что есть просто разные типы реальности, в которых мы одновременно находимся, и это разные реальности, ну, типа, реальность там Брауновского движения молекул в газе и реальность температуры этого газа, и то, и другое присутствует, и мы с тем, и с другим можем иметь дело, ну, мыслят ли животные, да, ну, человек сам по себе животное, вот, вот мы животные вообще-то, не надо, вот, вот есть такая реальность биологического существования человека, и даже определение есть такое, как бы мыслящее животное, или там социальное животное, человек, пожалуйста, с этой точки зрения животные мыслят, и мы как бы на себе это демонстрируем, вот, ну, тогда надо давать понятие мышления и понятие сознания, вот об этом здесь уже был разговор, вот, и... Да, да, определение мышления. Да, вот, ну, и для меня вопрос здесь сводится, ну, каким-то поиском каких-то схем, которые соединяют вот эти самые разные реальности, вот, ну, а самая главная схема, как бы основа, которая позволяет нам вообще что-то делать, это вот, ну, ситуация момента, ситуация здесь сейчас, в которой мы все находимся, которую мы можем рассматривать, как, вот, я Бергсона сейчас хотел сочетать, как некоторый бергсоновский такой масштабный процесс, куда и вся вселенная включена, вот, или, ну, да, или же как некоторая вот эта самая кантовская вещь в себе, которую мы не можем, или это молчание Гитштейна, да, вот, некоторый опыт, с которым мы сейчас имеем дело просто вот в этом нашем пространстве виртуальном, мы никак его не можем, никогда мы его до конца не сможем сформулировать, но мы можем найти какие-то здесь какие-то точки пересечения, какие-то связи, построить какие-то схемы в процессе вот нашего просто сегодняшнего разговора, сегодняшней встречи. Ну, вот, в этом я вижу какой-то смысл. Да, спасибо, на этом я закончу. Вот еще к нам Александр Сигал включил. Мы сейчас без, Александр, мы сейчас без обсуждения каждый высказывается несколько слов по теме, и дальше мы переходим к обсуждению. Александр тогда Сигал Форхта. Добрый вечер. Я бы подождал, потому что я только что выполз из короны и еще добавлю. Вот, может быть, в дискуссии бы я поучаствовал, но формулировать сейчас пока достаточно. Скажем так, я нахожусь в процессе вхождения в мыслительный процесс, так что подожду немножко, но соображения свои в конце выскажу. Хорошо, тогда мы переходим к общему разговору, где-то будем до половины с 19-ти беседовать, после чего будем завершать и каждый поделится своими впечатлениями. Хорошо, значит, давайте, то есть самое ценное в нашем вот в этом Блиц рассказе это был ответ Олегу Донских на его реплику, когда мы подняли этот вопрос, он сказал, здесь терминология не важна, определения здесь не важны, здесь так как бы ясно. Так вот, вскрылось то самое главное, что терминология вот здесь прежде всего, потому что выяснилось, что о мышлении мы говорим ну по крайней мере о трех-четырех понятиях разных было, то есть каждый называл одним словом разных три-четыре понятия, при этом были попытки смешения сознания с мышлением, так что я сразу говорю сознание убираем в сторону, вообще не упоминаем слово забыли. Говорим о мышлении, пытаемся говорить о мышлении, даже если кто-то считает, что сознание и мышление это одно и то же, есть такие стали довольно часто, ну пускай используют слово мышление вместо сознания, сознание не упоминает. Значит, чисто формально, чисто формально, если мы обратимся к современной науке, к биологии, и в частности, значит, профессору МГУ Зои Зориной, она много читает лекции на эту тему, у нее много публикаций по поводу мышления животных. Формально в современной науке признано, что животные мыслят. И аргументация вполне приемлемая, даже без философского определения мышления, вне различных каких-то философских трактовок мышления, исходят из очень простых положений. Но прежде всего, что у нас есть у животных инстинктивное поведение, инстинкты, понятно, что это все, да? Понятно. Есть, значит, условные рефлексы, которые вырабатываются со временем, то есть можно выдрессировать собаку, пускать слюну там, или даже в природе, если какие-то будут повторяющиеся ситуации, то не интенсивно, не безусловно рефлекс, может вырваться условно рефлекс у животного. И у сложных животных, высших животных, обезьян, есть еще поведение индуцированное сообщество. То есть когда обезьяны видят некое действие, то есть там мама показывает, они могут повторять это действие. Вот есть, значит, четкие поведенческие отличия, поведенческие отличия, и стоит вопрос, значит, и вот от этих всех поведенческих ситуаций отвечается, говорится, что человек, он как бы может действовать и неинцитивно, и не по условному рефлексу, и не повторяя, а как-то особо, что индуцируется мышлением. Сейчас мы не говорим, что это такое, но каким-то образом отвечается. И поэтому ученые ставят такой вопрос, задают себе вопрос и ищут на него ответ, а можем ли мы найти у животных такие поступки, такие действия, которые не вписываются, вот все перечисленное. И они отвечают, да, действительно, да, есть. То есть огромное количество опытов было подтверждено, что впервые, сталкиваясь с какой-то ситуацией, скажем, когда вороне нужно сначала взять маленькую веточку, достать большую, потом большой веточкой достать кусочек мяса из щели, и точно известно, что она никогда этого не делала, точно известно, что она нигде это не подсмотрела, что нет у нее такого инстинкта, значит, она действует, выполняет некое действие, которое как-то не вписывается в вот это. И ученые называют это, что у них есть мышление. И сейчас я попытаюсь еще показать, что это не только вот на таком умозрительном уровне, но и более сложном уровне, более таком строгом, что это можно назвать мышлением. Так что ответ однозначный. По поводу ответов, которые здесь прозвучали, ну, прежде всего, у животных все-таки знаков нет. И, скажем, если можно какие-то сигналы животных воспринимать как знаки, то это все-таки не знаки. То есть сигнал не обозначает нечто другое, чем он есть, он сам собой выражает. Но в любом случае, даже если назвать сигналы животных знаками, то они не имеют никакого отношения к мышлению. То есть это инстинктивные, некие инстинктивные поведенческие акты, которые однозначно прописаны в антогенезе, или там генетически как-то они формируются, не будем сейчас это обсуждать. Или они индуцированы общением со сородичами, то есть некое научение. Поэтому знай, и во всех опытах, которые подтверждают ученые, что есть мышление, там не идет речь о знаках. Нет, только конкретно с конкретными предметами действия, с конкретными предметами. А теперь немножко, если у меня… Леонид, сколько у меня есть времени, чтобы рассчитывать, чтобы… Ну, 15 минут, да? Ну, давай 15 минут. Давай 15 минут. Да, если я сейчас что-то не успею, то можете у меня на странице в Фейсбуке найти ссылку на обсуждение мышления, которое мы делали на семинаре общего искусственного интеллекта Аги Раша. Вот там два с половиной часа мы обсуждали. И там я более подробно, но с привязкой, конечно, с айтишной больше. Сейчас давайте больше с философской. Почему я задал вопрос про развлечения. Наиболее близко, конечно, к тому, чего я хотел услышать. То есть не то, что мы там научаемся, что мы можем и не можем различать. То есть это как бы вопрос стоял четко. Почему я что-то различаю, а что-то не различаю? Вот здесь и сейчас. Никогда я потом научусь. Елена ответила, что у меня есть некий смысл. Да, и Леонид сказал, что есть, значит, тоже что-то. И даже неживая природа, неживой объект тоже что-то различает. Ну, скажем, нейтрон не различает заряд, а протон различает заряд. То есть просто тоже некое развлечение. И когда мы говорим, что кто-то что-то различает, то самый простой ответ, я вот намекал про онтологический статус, что просто что-то, есть некая структура в этом объекте, которая отвечает за это развлечение. То есть если у объекта, у субъекта, различателя нет слуха, он не будет различать звуки. Если у него нет зрения, он не будет различать цвета и формы. Если у него нет некого образования, то для него, например, для него обсуждение каких-то тематик, тем на медицинском языке, он не будет различать ничего. Если у него нет сложности, скажем, знать китайский язык, вот он у него не обладает этой сложностью определенной, то он не будет различать китайский язык. Поэтому про развлечение вообще ответ действительно очень простой. Если в различателе есть некая сложность, которая позволяет это различать, значит он это будет различать. И человек, когда рождается и начинает свой жизненный путь, он начинается различать. То есть у него нервная система усложняется. Проводит, кстати, такой эксперимент, что перед ребенком месяцев 7-8 где-то ставят ширмочку и вытаскивают из-за ширмочки мячик. Вот, прячет. С другой стороны вытаскивают уточку, прячет. Потом ширмочку убирают и оставляют один предмет, мячик. Он ничего, нормально, смотрит и смотрит. То есть он до определенного возраста. А после определенного возраста, когда убирают ширмочку, остается один предмет, он делает круг глаза, что-то такое. Было два предмета, стал один. То есть он различал уточку от мячика. Это эксперименты ближайшего времени, которые проводят с младенцами. То есть до какого-то времени своего развития он различал просто нечто. И тогда он не удивился. Нечто достали с одной стороны, нечто осталось с другой стороны, нечто осталось. А когда он стал различать уточку от мячика, он удивляется. Значит, у него есть уже понятие уточка и есть понятие мячика. И при этом здесь очень что-то существенное. Кто-то из говорящих говорил, что развлечение – это зависит от атрибутов, от описания. Мы различаем не мысли, мы ничего не описываем. Ну, скажем, вот ребенок, у него спросить, где стол, он покажет пальцем. Но он еще не знает ни про столешницу, ни про ножки, ни про назначение стола особо. У него есть некий синкретический образ, который он отличает стул от стола. Но он еще не знает. У него нет, скажем так, на моем языке концепта стола, но понятие стола уже есть. То есть у него есть некая сложность, которая позволяет отличить стол, скажем, от мячика. И я упоминал лягушку. У нее есть понятие, у лягушки есть… Ну, скажем так, чтобы не пугать словом понятия, давайте говорить о шаблоне. У лягушки есть шаблон, с помощью которого достаточно сложный или достаточно простой, который она различает угловую скорость перемещения, угловые размеры цели, которые она воспринимает как пищу. И вот этих шаблонов с развитием природы у более развитых животных становится больше, больше и больше. Из этих шаблонов, скажем, строятся некие знания животных инстинктивные. Скажем, есть у бобра шаблон дерева, есть шаблон плотина, есть шаблон река, вода, это все. И вот построенная из этих шаблонов, из этих понятий структура знания, как построить плотину, позволяет ему построить плотину. И все инстинктивное движение животных, оно основано на том, что животные обладают какими-то структурами вот этих шаблонов, структурами понятий, вот, и с помощью которых они осуществляют какую-то деятельность. И вот теперь задаемся таким вопросом. Ведь мы же вообще довольно четко определяем, что такое мышление, когда мы мыслим, когда мы не мыслим. Мы однозначно знаем, вот, когда, если к каждому из вас подойти и спросить, ты чем сейчас занимался, да думал. А иногда, нет, не думал так, просто присидел в прострации, смотрел на закат, прислушивался к своей боли, не думал. То есть мы четко знаем, когда мы думаем. Но почему-то остается странно. То есть и мы чем-то занимаемся. То есть когда я рублю дрова, я четко знаю, что я делаю. Я начал рубить дрова, я достал некоторые объекты, поставил одни объекты на другие, другим объектом замахнулся, совершил какое-то действие и потом закончил рубить дрова. Вот в это время я занимался некой деятельностью, которая называется рубка дров. Точно так же, когда мы мыслим, особенно когда в нашей среде, скажем, интеллектуальных деятелей, а не физического труда, мы четко знаем. Вот я сажусь, закрываю глаза, сейчас я буду думать. Я буду думать. Я начал думать, продумал что-то, получил результат, я рад, я получил результат своей деятельности и закончил мышление. То есть мышление – это деятельность. Это некая деятельность. Осталось только ответить на вопрос с чем. То есть когда человек рубит дрова, все понятно. То есть мы мыслим, можем мыслить с закрытыми глазами. Мы можем мыслить вообще без сенсорной депривации. Ну какое-то время, пока там совсем не улетим. То есть мы действуем с чем-то внутри нас. Ну не так много есть чего в нас внутри, с чем мы можем действовать. То есть мы можем гонять свои эмоции, какие-то ощущения, прислушиваться к своей пятке, к ощущению, либо мы гоняем понятия. То есть мы гоняем туда-сюда, мы делаем операции с понятиями. То есть когда я мыслю, что я завтра пойду в магазин, у меня есть понятие магазин, есть завтра, есть понятие хлеб, который я куплю, я вот строю цепочку из этих понятий, я могу их назвать словами, я могу мысленно представить себя завтра в магазин, идущим, при этом не назвав ни одного слова. Я мыслю, я совершаю некоторые действия с понятиями. Теперь возвращаемся к животным. То есть животное всегда, вот и лягушка, либо тот же бобер, они действуют с понятиями под заданным схемом. И когда мы мыслим, мы, люди, мыслим, у нас нет этих схем, у меня нет заранее заготовленной схемы о всем, что я буду мыслить. Я беру эти шаблоны и внутри себя их каким-то образом строю. И вот если мы замечаем, что животное внутри себя, то есть когда у нее не предписано палочку взять и засунуть эту палочку туда, а еще загнуть эту палочку, чтобы достать, если она была прямая и такие эксперименты проводит, то это и есть мышление. Это операции с шаблонами. Она оперирует точно так же, как и мы. Оперирует с шаблонами, с понятиями. Она оперирует раньше, чем оперирует с предметами. Вот если бобер оперирует с предметом именно тогда, когда ему положено по инстинктивной схеме, то ворона должна сделать, помыслить, помыслить, прежде чем взять палку, она же помыслить, что эта палка подойдет. И отличие мышления нашего от мышления животных, что мы можем мыслить закрытыми глазами. То есть мы можем совершать операции с понятиями длительно, не вращаясь к вещам. Животные могут совершить операции с понятиями, только имея в виду вещи, которые перед ними есть, совершить несколько операций, буквально 3-4 шага. 3-4 шага совершить операции с понятиями и достигнуть некоторого результата. Наше мышление мы можем десятки, но не все люди могут десятки. Некоторые ограничиваются буквально короткими соотношениями понятий, но профессиональный мыслитель может сидеть полдня и строить структуры понятий, заниматься деятельностью над структурированием понятий, строить из них те структуры, которые были не предзаданы, которые не существовали до того, как он сел думать. Почему ворону тоже мыслит? Потому что у нее не было шаблона с этой палкой. Она не предполагалась, что она это сделает до того, как возникла задача. А теперь вопрос еще, ответ Олегу по поводу... Я сказал тогда, они мыслить, сказал, у них нет языка. Языка нет. Вот языка нет. И почему мы можем мыслить так долго и развернуто? Именно благодаря языку. Язык возник как заменитель вещей. То есть язык – это не столько элемент коммуникации, а элемент поддержки мышления. То есть, по сути, мы поименовываем наши понятия, и именно благодаря поименованию понятий мы можем длительно ими оперировать. То есть, удержать понятия как таковой, не указав на него образ, очень сложно и практически невозможно. Поэтому мы всегда проговариваем наши мысли или сопровождаем их образами. Язык – это способ поддержки мышления. А у животных нет языка, и поэтому их мышление очень примитивное. Буквально два, три, четыре понятия они могут сделать переходы. Знаки у животных бывают, воспитаны людьми. То есть, в принципе, можно собаку научить до тысячи слов. Были эксперименты такие. До тысячи слов она знала. Но это буквально знак, но она их не может связать. То есть, она не может связать мячик и там, скажем, резина, или мячик круглый. Вот это можем мы сделать в своем мышлении. Ну, наверное, и все. Сейчас у меня, поскольку там несколько минут заявленных есть, я сейчас гляну. Да, кстати, очень интересно, как определяется мышление в словарях. То есть, это просто вот такой, ну, не тихий ужас, ну, просто, ну, ну, на безрыбье рак рыба. Мышление, значит, вот давайте, направленный процесс переработки информации. Все компьютеры давно мыслят по этому определению. Процесс познавательной деятельности индивида. А мы разве только познаем, когда мыслим? Мы можем мыслить о прошлом, можем мыслить о будущем, мечтать, можем фантазировать как угодно. То есть, познавательное мышление – это один из узких, недоступных даже множеству людей познавательных, то есть, ну, это же не форма мышления, это просто предмет мышления. И когда, наверное, Щедровицкий имел в виду, что большинство не мыслит, он все-таки, наверное, сужал мышление до познавательного мышления. Да, большинство людей не познают ничего, а пользуются готовыми схемами. Мышление – это высшая форма деятельности, состоящая в рациональной переработке данных опыта. А разве мы мыслим рационально? Да мы в большинстве случаев мыслим нерационально. То есть мышление, то есть операции с понятиями, которые мы производим, и блондинка, которая производит операции с понятиями, а как она их соединила, неизвестно. Она их соединила у себя в голове, она помыслила что-то и выдала фразу. Рациональность – это не характеристика мышления. Рациональный может быть текст, логичный или нелогичный. Высшая ступень познавательного процесса отражения объективной действительности – это оставив нам. Процесс моделирования случайных отношений с окружением мира – мы не обязательно моделируем отношения с миром, когда мыслим, можем все, что угодно моделировать. Да, вот интересно еще сделать такую ремарку для понимания про виды мышления, что очень часто, ну как часто, эта норма считается в современных учебниках, выделять словесно-логическое, нагляднообразное и наглядно-действенное мышление. Ну, я бы, наверное, вот эту классификацию, если бы мне потребовалось классифицировать бег, то я бы произнес так. Бег в кроссовках, бег от собаки, непроизвольный бег, бег зимой, бег с прослушиванием песни в наушниках. То есть это характеристика того, чем мы сопровождаем мышление, но не само мышление. То есть я могу словесно мыслить и не логически. Я могу словесно сопровождать свое мышление о каких-то совершенно фантазийных вещах и не логических. То есть словесно и логически никак не связано. И с другой стороны, я могу мыслить предельно логично, занимаясь, скажем, научным мышлением, но при этом в моем языке, в котором я сопровождаю словами, вот так, 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 а если так, а если вот это, а если вот туда, а если так, сяк, это разве логика? Нет, не логика, и слов здесь нет. У меня логично есть, а у меня там понятия логично соединяются, а слов нет. Наглядно образное тоже. Образное, оно может и предельно логично. Я могу логично мыслить, сопровождать образами. То есть завтра магазин, магазин, а нет, у меня будет в то время, значит, там совещание. Я могу это не произносить, совещание, просто представляю. А, совещание, все это предельно логично. И то, что логично, классы под классы могу мыслить, не сопровождая словами, а только наглядное. Ну и наглядно действенное, я могу действовать и сопровождая словами, как дети. Вот дети. Я взял то-то, положил туда. Часто дети, когда действуют, сопровождают словами. И при этом никаких наглядных образов нет. Здесь все-таки нужно говорить, что мышление – это оперирование понятий. Как ходьба – это перемещение с неотрывом ног от поверхности, по которой я иду. Я могу идти в магазин и идти спортивной ходьбой, и могу просто прогуливаться. Так и мышление – это операция с понятиями. А вот чем я сопровождаю, чем я подпираю, чем я направляю вот эту деятельность, а это, может, и слова, тогда это будет словесное мышление, можно сказать, но не мышление, то есть мышление – это все равно деятельность с понятием. И образное, то есть когда я образами, и предметное. То есть большинство людей мыслят теми только предметами, которые видят, как предмет видит ворона. То есть я могу ни словами не сопровождать, ни образами сопровождать, а мысль непосредственно предметами, переставляя их и сделая что-то, конструируя из предметов – это мышление. Потому что я, прежде всего, первыми понятиями, не предметами. То есть я предвижу, что я сделал. У меня некий образ понятийный, есть структура. Но я могу это словами не называть, а предметное мышление у меня будет. Ну и, наверное, все. Можно переходить. Значит, напомню, что тексты законченного текста у меня пока нет. Есть куча мелких текстов на эту тему. Думаю, что в течение этого года будет. А более сложную дискуссию на два с половиной часа можно у меня в Фейсбуке найти. Теперь давайте обсуждать. Спасибо. Можно? Вы знаете, мне кажется, сводить мышление только к понятиям, да, но я не знаю, в отношении животных мы так не можем говорить, да, то, что у них нет понятий или есть. Потому что мы просто не знаем, у нас нет межвидового общения как такового, по сути, с животными, да. Но определить, когда мы говорим о животных, да, мыслят ли они или нет, то имеет смысл, наверное, определить это как есть какая-то задача и как она решается. Креативно, некреативно, то есть вот... Какое креативно? А? Креативно, ну, имеется в виду как-то нестандартно. Это еще на немышление. Скажем так, а, да, ну, нестандартно в том плане не по шаблону, да, не так, как, допустим, там, в каком-то стаде, да, то есть вот. Вот. Это первое, что хотелось. Во-вторых, ну, там, последующие, да, какие-то мысли были. Я не знаю, как у бобров, да, они, то есть их как бы особо, я не знаю, кто это исследует или нет, то есть это нужно залазить в какие-то мемуары или дневники наблюдателей, кто вот смотрели за ними, да, и могли увидеть какие-то паттерны их поведенческие, да. Я в прошлый раз говорила, есть книга Роберта Сапольски, он вообще приматолог и на протяжении 20 лет исследовал павианов в Серенгете, это в Кении заповедник недалеко от Найроби. И он описывает совершенно удивительные вещи, то есть павианы, если вот так помним, то они не такие умные, как шимпанзе, но тоже есть очень своеобразные примеры, которые их отличают как нестандартных, да, то есть каких-то не отвечающим привычным шаблонам. А, вот, кстати, я впереди, ну, прежде чем вот перейти там к каким-то примерам, да, конкретным, хотелось бы задать вот знаки. Вы сказали, что вот у животных нет знаков. Почему тогда, то есть становится вопрос, что такое знак? То есть мы говорим не о лингвистическом знаке все-таки, да, потому что, ну, как бы за животными не закреплена речь как таковая, да, и то есть мы говорим, ну, возвращаясь к биосемиотическим знакам. То есть вот почему Александр говорит, что нет у животных знаков? Я могу ответить? Да, да. Хорошо, давайте я отвечу про понятия. Во-первых, аргумент по поводу мы не можем спросить у животных, мы не можем спросить у человека. Понятие это приватное, оно приватное, вот у меня есть, я что-то различаю, я различаю стол, у меня есть понятие стол, как я это различаю? Или понятие терция есть? Вот как я вам передам, что у меня есть понятие терция? Только различив. То есть если я различил терцию, вы говорите, о, у него есть понятие Если ворона отличила камешек от червячка, давайте шаблон червячка и шаблон камешка. Мы можем определить, есть ли развлечение или нет развлечения у некого развлечателя, в данном случае субъекта, скажем, просто развлечателя, у ворона и у меня, по действиям. То есть, если, скажем, та же лягушка бросается языком на изображение самолета, соответствующее, значит, они различают самолет от комара, но для нее нечто, как для ребенка, который не различал мячик и уточку, для нее точно нет различия между комаром и самолетом. Есть только понятие, нечто движущееся с такой-то угловой скоростью, с такой-то угловыми размерами. Поэтому у животных есть понятие. И второй вопрос по поводу задачи. По поводу знаков. Нет, сначала задачи, вы сказали про задачи. Да, знаков потом. Значит, смотрите, задача – это очень такой простой ответ, за которым следует следующий вопрос. А что такое? Как он решил? То есть, то, что мы назовем это задачей, мы назовем это задачей, экспериментом, как угодно. Вопрос – каким образом ворона это сделал? Как она решила эту задачу? То есть, правильно сказали, что нужно определить, как ученые говорят, это было инстинктивно, неинстинктивно? Или это было воспитано уже или невоспитано? То есть, она впервые это делала, это не впервые. Так вот, что она сделала? То есть, в чем заключается это решение задачи? Даже в чем заключается нами, когда мы решаем задачу? Нам какую-то задачу, мы закрываем глаза для общего. Итак, думаю, это вот здесь, это вот здесь. Что мы представляем? Это понятие мы берем. Мы берем два понятия, потом третье понятие. И по ассоциации… А, вот это. То есть, мы можем предположить, что то же самое сделала… Это мы предполагаем, что мы не можем заползти в голову другого человека. Но когда мы видим ворону, которая подошла, посмотрела на червячка, который очень далеко, а перед ней лежит палочка короткая, она берет эту короткую палочку, идет за длинную и достает короткую длинную палочку и достает. То есть, мы можем предположить, что, во-первых, она сделала неинстинктивное движение, она делала это впервые. Во-вторых, она оперировала шаблонами без метода пробообшибок. Это не был метод пробообшибок, она сделала сразу, так, как нужно. И вот большинство опытов, которые подтверждают, что животные мыслят, это прежде всего, что этого не умели, и это не сделано было пробообшибок. Значит, они совершили какие-то операции внутри себя. То есть, они совершили ряд переходов между чем-то. Вот между чем? Эмоций нет, чувства нет. Значит, между тем, чем они различают эти палочки. Значит, у них есть понятие длинные палочки. Значит, она различает длинные от короткого. Значит, берет сначала одно, второй делает третье. Теперь про знаки. Все-таки, если мы точно будем говорить о знаках, что такое? Знак – это некий феномен. Обязательно феномен. То есть, это не наше понятие, не что. Это вот то, что нарисовано, услышано, которое обозначает не то понятие, под которое оно подпадает. То есть, дорожный знак – это жестянка, но обозначает она стой. Слово «мама» – это набор звуков или набор букв, или там что-то графическое, но обозначает родившего тебя. То есть, знак всегда, то есть, он имеет то, чем он является, как феномен, то, чем он является сам собой, вот именно звуком, картинкой, закорючкой, там еще чем-то. Но по соглашению, по конвенции, как между людьми, он обозначает совсем другое. И вот это обозначение никак не связано с тем, чем он является. Нельзя искать никакую связь между начертанием «мама» и «мамой». Так вот, у животных есть сигналы только. То есть, именно тревожный сигнал, который есть, тревожный сигнал. Он обозначает именно тревожный сигнал. И обозначает ли он что-то… Ну, конечно, можно сказать, что есть понятие тревоги, опасности. И этот сигнал сам по себе не является опасностью. Обозначает, ну, скорее всего, да, можно сказать, знак. Его, про вот сигнал тревоги, гневный сигнал и, по-моему, еще какой-то сигнал радости, они относятся именно к сигналам, они не относятся к знакам. Сигналы. А знаки тогда, что тогда, примите пример знака. Ну, знак, язык жестов. Это же знаковая система, получается. Ну, человеческий язык жестов. Ну, смотрите, смотря какой. То есть, если я показываю в неком направлении жест, делаю, то это направление и есть то, что он обозначает этот знак. То есть, здесь нет ничего другого, кроме, вот скажем, если я знак беру глухонемых, то я не смогу понять вот по пальцам, что это обозначает. Но по знаку, указывающему направление, да, это однозначно. Я не должен знать этого знака, здесь конвенции нет. Нет, здесь именно, говоря о языке жестов, я имела в виду язык глухонемых, да, то есть, какие-то конкретные положения, да, что это есть. У животных его нет. Вот последняя статья 2000... Нет, 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 я поняла. То есть, были и есть сейчас вот, господи, шимпанзе, которую научили, по-моему, 240 знаков, которые назвали... Да, 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 это известность. Нет, вот сейчас я скинула там из BBC, но это 2014 года была новость. Скорее всего, сейчас у них уже есть какие-то результаты. На тот момент было 19 жестов, которые приблизительно, ну, предположительно были расшифрованы. Что вот один из них, когда мать шимпанзе шла, и за ней шел два, еще две особи, один маленький малыш, и она остановилась, и задней лапой показала ступню, и после этого малыш запрыгнул. И по наблюдениям, ну, многолетним наблюдениям показали... Удики, удики. Удики, да. Зачатки – это знак. Вот, там еще есть несколько знаков, ну, которые очевидны, ну, которые вот можно до практически стопроцентной уверенности сказать, что да, это значит вот это. И еще несколько знаков, которые вот на 2014 год были такие двусмысленные. Ну, то есть это мог означать вытешивание блог, там, этот груминг, и еще несколько таких. Здесь понятно, что эта тема все-таки непрофильная для нашего разговора. В большинстве случаев знак не играет той большой роли, как в человеческом жизни. То есть языка нет, в любом случае языка нет у животных. Вот. А вот мышление, мышление локального... То есть наука сейчас признана, что мышление есть. Ну, вот про мышление хотелось тоже вот из этой вот, из книги Роберта Сапольский, из его наблюдений, да. Он описывал, например, что, допустим, в 60-е годы в антропологии, в приматологии считалось, что альфа-самец, он защищает все стадо, и, предположительно, в голодные времена выводит стадо на новые пастбище. Но что оказалось, на самом деле, совершенно не так. При опасности альфа-самец первый, кто побежит на высокое дерево и будет прятаться от хищников, и будет защищать только тех малышей, которые он 100% знает, что он их отец. А в голодные годы он не сможет помочь. В голодные годы спасает, может увезти стадо на какие-то другие плодородные пастбище альфа-самка. То есть если... Причем там альфа-самец выбирается на год-два приблизительно, ну, удерживает свой ранг максимум три года. Ну, это вот в его практике он видел. А альфа-самка, она на всю жизнь. Там была старейшая самка, которая уже четверть века занимала свой пост, собственно. И ее, тех дочерей, которые она рожает, они тоже сохраняют самый высокий ранг в стадии. И они как бы... Ну, он вообще изучал гормон стресса, как влияет гормон стресса. По всеми мышления, да. Нет, там их... Я имею в виду по поводу мышления того, что у них вот у этих паттерн, да, то есть они совершенно не похожи в мышлении. Как они... Ну, то есть поведение... А можно ли назвать это мышлением вопрос? То есть если это закреплено от рождения, то есть это не то, что как бы приобретено... При решении конкретных задач, которые раньше никогда не решались. Это стандартные задачи, ну, скажем, они, может быть, немножко сложнее, чем задачи в муравейнике, да, решаемые. Но это стандартные задачи, которые решаются миллионы лет однотипно. Нет, так а если их никогда, допустим, не было? Ну, вот скажем так, в стадии заведено, что все там как бы сильные обижают младшего, ну, слабого. И там, допустим, альфа-самец шпуняет там самца, который ниже его рангом. Тот шпуняет самца, который ниже того рангом. Те в итоге переходят на самок. И альфа-самец, он может бить всех подрядов. Приходит новый самец, нет, подождите, приходит новый самец, и он, допустим, делает то, что в стадии никогда не было. Он, допустим, ну, он может там отгонять самцов, если они пытаются давать на престол, но он никогда не трогает самок. Я верну вас к вашему же рассказу. Все-таки мышление – это деятельность. Это некая череда операций, которые минуют непосредственно действия. А вы говорите, сейчас эта поведенческая активность, она сингулярная. Вот я там отогнал, я там отобрал, я еще что-то сделал. Но чтобы сделать что-то мысленно, вот есть некая ситуация, совершить несколько шагов внутри себя и сделать что-то другое. Не то, что прописано инстинктивно для бобра, а вот что-то новое для вороны. То есть именно мышление – это деятельность, а не реакция и не поведение. Это деятельность. И когда мы видим, и не методом проб и ошибок, а вот именно что-то внутри себя животное смогло рассчитать, именно просчитать и совершить то, что она не смогла бы сделать без этого расчета. А почему метод проб и ошибок не считается мышлением? Не считается мышлением методом ошибок. Ну как, но возьмите, извините, возвращаясь, допустим, к математикам, к человеческим. В том плане, что он решает какую-то, я не знаю, теорему, да, которую раньше никто, ну или, я не знаю, какой-то пример, вот Джон Нэш, да, который знаменитый этот математик. Нет, смотрите, здесь не нужно путать, не нужно путать элемент метода проб и ошибок, который присутствует в мышлении. Но сам метод проб и ошибок, когда просто ручейник подбирает одну песчинку, отбросит, другую отбросит, третью отбросит, это не мышление. То есть именно можно использовать метод проб и ошибок мышления, но сами пробы и ошибки не являются мышлением. Вот сам процесс подбора. То есть, скажем так, когда пьян учит по клавишам писшей машинки, это не называется мышлением, хотя это метод проб и ошибок. И, может быть, даже получится какое-то смысленное слово. А можно вклиниться в разговор альфа-самки с альфа-сапцом? В павианах можно, но тогда можно огрести от альфа-самца. Это было так. Я хочу сказать вам. Просто замечательный был диалог, честное слово. Особенно большой привет Щедровицкому, который мысли, деятельность разделил на мышление и деятельность. А Александр их объединяет. Значит, двойное мышление, мышление в квадрате. Нет, это по Щедровицкому. То есть, не нужно путать. Вы прочитайте его вначале и поймите, а потом утверждайте. Николай, я прекрасно знаю Щедровицкого. И вам отвечу только одно. Не нужно смешивать. То есть, если я говорю, что мышление – это деятельность, а Щедровицкий говорит, что есть мышление, которое не деятельность, а есть отдельная деятельность, это его проблемы. И я не обязан, не обязан. Александр, давайте мы оставим Павла или его отца в покое. Они за свои ошибки ответят сами. Скажите мне, пожалуйста, вы ведь занимаетесь программированием, насколько я понимаю. Правильно? Нет, не занимаюсь программированием. Ну, то есть, написание, допустим, мыслителем кода, исполнение этого кода микроконтроллером и принятие или неприятие решения автомобилем на трогание – для вас одно и то же. Я правильно понял? Не понял вообще, о чем речь. Давайте не в примерах, а на философском языке. Что вы хотели сказать? Нет, можно философствовать сколько угодно. Но если вы смешиваете в одно слово совершенно разные типы управления… Я вообще про управление не говорю. Александр, вы умеете слушать? Вы умеете слушать или вот как в ток-шоу? Я не умею слушать, когда отходит от темы управления. Еще раз, я хочу перебросить мостик как раз к теме Леонида, которую почему-то вы отвергли. А у нас все-таки философия плюс IT. Поэтому еще раз, задаю простой вопрос. Есть датчик, вот допустим, дождя, вот на моей машине. Он мыслит или нет? Так, это кто выпал? Я выпал или вы выпали? Я выпал, я не слышал вопрос. Датчик дождя на моей машине. Он самостоятельно включает дворники. Он мыслит или нет? Ну да, нет, конечно. Ну с вашей точки зрения он мыслит? Объясните, какая музыка навеяла этот вывод? Очень простая. Потому что если вы внутрь процесса смотрите, у вас принципиально четко и понятно. То есть вы структурировать начинаете. Первое. Работу датчика, его принцип действия, его, скажем так, ошибочность. Ну если он примет дождь, если я поливал из крана, а машина работала, он все равно включит эти двигатели. Объясните, каким образом вы датчик подвели под мое определение мышления? Датчик действует? Нет, я хочу дальше. Я про нейросеть хочу сказать все-таки. Так вот, есть системы автоматического управления. Кто там действует? Кто там мыслит? Проектировщик. Наблюдатель 2. В разговоре Владимира, часто мелькающий. То есть не сам агрегат, а тот, кто заложил туда этот алгоритм. Понимаете? Какое это имеет отношение к тому, что я говорил? Прямое. Не имеет никакого. Потому что вы настаиваете, надо развлечения давать, а сами не различаете определенные вещи. Например, наложенный алгоритм и кто там мыслит. Потому что вы не по теме совершенно говорите и не обосновываете свои выводы. Обоснуйте. Очень просто. Медуза, когда в процессе ее формирования, она может быть и не думает, что она думает, не думает, что она мыслит. Но категория знаков, она абсолютно четко различает. Я часто наблюдаю ворон, которые вот у меня на даче здесь принимают стратегические решения. Либо подлезть к миске моей собаки. Когда она далеко, ворона полезет. А когда близко, нет. То есть она различает и дистанцию. Она различает, опасно или нет. Вообще вот банальности говорите. Это обсудили. Да, ворона различает. Александр, вы можете слушать. Нет. Слушайте, давайте на правах, что я все-таки здесь докладчик. Я дам слово другим, потому что вы просто повторяете какие-то банальности. Ворона различает. Ну, различает. Кто не согласен, что ворона различает? Зачем она это слушает? Так вот. А почему вы думаете, что она не может передать своими знаками, своему стае, своей стае, что туда лететь не надо? Почему я говорил, что не... А почему я говорил, что... Ульяна вам ровно об этом говорил, а вы говорили нет. Категория знаков, это присуще только людям. Неправда. У ворон нету знаков, она не передает. Вот Олег говорил, заметил насчет войны и мир. А откуда мы знаем? Может быть, акулы давным-давно уже создали войну и мир. Давайте на этом уровне опускаться. Давайте все-таки... Просто у нас всего лишь 40 тысяч лет эволюции, а у них миллиарды. Вот я в Партениде видел дерево, которому сотни миллиардов лет. Понимаете? Как модератор, давайте все-таки... Потому что мы уже потеряли... Это вы потеряли. Одного слушателя. Да, мы потеряли. Одного участника семинара. Да, Косилова как-то жалко, что она выключилась. Потому что мне кажется, что вот про субъектность здесь как раз очень важный момент был бы. Можно я просто одно слово скажу, чтобы для меня вот разница разделяющая и соединяющая мышление. Понимаете, надо различать... Вот тут Шедровицкого упоминали. Вот у него... Он, значит, различал мысли, деятельность и так далее. У него... Я привык мысли... Понимать Шедровицкого как... И его подход, как мысли деятельностные. То есть вот это вот... Мы различили для того, чтобы соединить. И вообще, для чего мы это все различаем? С какой такой целью? С какой задачей? Вот. Что мы хотим этим добиться? Все-таки вот какая цель у Александра в данном случае состоит? Ну да, мы различаем. Вот это мышление, это немышление и так далее, и так далее. И что? В смысле, и что? И то. То есть есть энное количество концепций мышления. Я зачитывал определение мышления. Я предложил свое, на основе которого попытался ответить на вопрос, мыслить ли животные. И при этом, отвечая Николаю, что эта концепция развивается именно в сторону айтишная для рассмотрения вопроса общего искусственного интеллекта. То есть основки задач. И тогда просто, значит, я не буду длинно говорить, я просто хочу сказать, что для меня вот это, что называть, называть мышлением, это гипотеза. Понимаете, вот когда Тьюринг, может ли машина мыслить, поставил вопрос, и это уже там 60 лет, это оказалось, это как плодотворная гипотеза, которая стимулирует поиск и так далее, и так далее. И поэтому мы можем говорить, да, вот, животные не мыслят, лес не мыслит, природа не мыслит, замечательно. И, значит, с другой стороны, мы можем предложить альтернативу в каком-то смысле. То есть отказ, о чем я говорю? Я говорю о том, что сейчас вот, ну, некоторые модные, это вот отказ от антропоцентрического мышления. Понимаете, вот важный момент здесь состоит в том, что мы переходим к это, так сказать, к новому типу мышления. Именно органологическое мышление, как вот Юк Хуэй предлагает, и там Симандон, вот этой школы. То есть мы приходим к мышлению, значит, распределенному мышлению. И здесь вот, вы говорите по поводу деятельности. Я согласен, что деятельностный подход, но есть совместно разделенная деятельность. Вот мы с вами можем деятельностно, как мы можем с вами, значит, понимать друг друга? В совместной деятельности. Почему вы изберег, вот, почему вы деятельность, деятельность нагрузили большим метем? Но есть вот так, есть зеркальные нейроны, есть такая штука, да, и есть понятие, значит, вот эти, создаваемые знаками, значит, то есть мир процессов, мир деятельности для меня гораздо более, так сказать, обширный, широкий мир, который связан, так сказать, с созданием знаков, с созданием угольтов, с созданием обитаемых средств и так далее, или так далее, то есть связан с процессами, процессами какого-то становления. Ну, я извиняюсь за сумбурное, я понимаю здесь, значит, в данном случае свою речь, но я просто хотел бы сказать, что здесь, если мы работаем даже, вот, в парадигме, так сказать, там, пусть это нейросети или так далее, мы должны каким-то образом работать в среде распределенного интеллекта. Вот мышление и интеллект, вы, кстати говоря, разводите эти понятия, очень блестяще, на самом деле, мне очень понравилось, очень стимулировало ваше выступление, но вы, по-моему, мне кажется, очень увлекаетесь вот этим, значит, разделением, разграничением, разделением, разграничением, а потом-то их надо ведь соединять, кто-то должен. Конечно, обязательно. Для того, чтобы соединить, нужно сначала различить. Да, согласен, согласен. Поэтому я специально сегодня умышленно предупредил, что не употреблять термин сознания, да, и забыл предупредить, что я не буду говорить о родственных и как-то различаемых, то есть о интеллекте, разуме, рассудке, уме. То есть здесь есть где тоже развернуться, но лучше это не трогать, потому что остановиться просто на чистой деятельности мышления, не различая какие-то уровни и подвиды мышления, скажем. Да, но есть подвиды. Я уж по вашим стопам пойду. Есть образное мышление, есть интуитивное мышление, есть еще логическое мышление. Я ответил, что нет. Я ответил, что нет образного мышления, нет логического мышления, нет интуитивного мышления. Нет. А какое есть? Есть деятельность с понятиями, которая есть, то мышление, то и есть. Дело в том, что я же ответил, Александр, какая есть ходьба? Вот перестановка ног, вот это ходьба. А куда вы идете? Зачем вы идете? Какую цель вы достигаете? То есть вы при этом пританцовываете или что? Это уже окраска. При чем тут ходьба? А при том же такая же деятельность. У ходьбы есть определение. И умышление есть определение. Я дал определение мышлению. Если у себя в голове вы соединили несколько понятий в некую цепочку, вот вы сейчас, вот вы когда сейчас подняли руку… Это называется умозаключение. Что? Это называется умозаключение. Умозаключение – это когда уже, во-первых, мы можем мыслить и без умозаключения. Зачем нам умозаключать? Умозаключение нацелено на некое заключение, на вывод логический. Я могу просто случайно перебирать понятия и называть это мышлением. Это будет мышлением. Без умозаключения. Позвольте я вам руку поднятую держу. Как мне показалось, вот это рассуждение по поводу мыслить ли животное, оно опирается на такую достаточно распространенную логическую ошибку. Если А есть Б и А имеет, скажем так, качество Б и А имеет качество С, то Б есть С. То есть человек – мысль, человек – животное, значит, животное – мысль. Это очень распространенная ошибка, из которой исходят практически все антропоморфизаторы, будем так говорить. Но вопрос даже не в этом. Вот здесь был пример с дровами. Дрова, когда мы рубим, вообще, в горе, есть определенная цель. То есть существует поставленная заранее цель, и существует результат, который можно сравнивать с целью. Значит, животное же не ставит цели по одной простой причине. Ему нечем ставить цель. У него нет языка. Он ее не формулирует. И вот здесь я вам предлагаю обратить внимание на концепцию, которую, в общем-то, уже давно мы ее еще изучали, когда учились в университете, Петра Яковлевича Гальперина, который как раз говорил не о мышлении в данном случае, а о психике как ориентировочной деятельности. Он говорил, что у животных, в отличие от растений, которые абсолютно тождественны в среде, в которой они находятся, у них возникает некое различие, некая проблема, некий разрыв в среде. И этот разрыв в среде, чем более разное животное, тем больший разрыв может, так сказать, в большем разрыве животное может существовать. У животных достаточно простых, вот здесь говорили про мыслящую лягушку, существует что такое инстинктивное поведение? Это поведение, в котором существует, а, потребность, существует некая, как говорил Гальперин, инстанция внутри, которая обращает деятельность на предмет удовлетворения этой потребности. Предмет удовлетворения этой потребности – это, так сказать, определенная пищевая ниша, в которой животное существует. Задача животного – этот предмет усвоить. У более развитых животных вот этот разрыв приводит к тому, что возникает потребность, но не существует вокруг предметов, которыми можно эту потребность удовлетворить, и вступает в силу так называемое аппетантное поведение. Его называл, Гальперин его так называл. Причем он это называл не сам по себе, он ее не высосывал из пальца, он ссылался на опыты Келлера в том числе. И вот это аппетантное поведение есть поведение, связанное с тем, чтобы удовлетворить возникшую потребность, следует определенным образом найти и захватить тот предмет, который можно потребить. Кстати, ошибки бывают очень интересные в этой ситуации. Описывается опыт, когда в зоопарке некая женщина, убирающая в вольере павлинов. Павлины ее очень любили, поскольку она была источником корма, но однажды она забежала уже, то что называется, в партикулярном платье, то есть не в халате. Платье было в цветах, и она была атакована павлином, потому что по поведению, по инстинктивному поведению павлина, все, что вот такое цветастое, это и есть его противник, самец-конкурент. Так вот, смотрите, что получается. Вот в ситуации с мыслящей лягушкой получается так, что у лягушки есть некий расклад понятий. Так, извините, Александр, призываю всех в свидетель, я не говорил, что мыслит лягушка. Вы говорили. Не говорил. Не говорил, сто процентов не говорил. Секундочку. Вы говорили про понятия. Вы говорили про понятия, потому что я не говорю, что лягушка мыслит. Боже ж ты мой, а что ж такое понятие-то? Я вам объяснил. Нет, вы объяснили очень странно. То, что вы объяснили в качестве понятия, на самом деле, это есть некий образ, некое отражение внешних объектов. Вот давайте вернемся, так сказать, к классике. Ну, в любом случае, давайте так говоримся, что я не говорил, что мыслит. Это вы сочинили. Ага. То есть оперирует понятиями. Не оперирует понятиями лягушкой. А что оно делает-то? Что лягушке? У нее есть понятие. Откуда? Есть просто. А что такое понятие в вашем понятии? Я же объяснил. Понятие – это то, с помощью чего различающий может различить. Если нет понятия, не различает. Если есть понятие, различает. Ну, у вас… Вы просто словом понятия называете нечто другое. Вот я апеллирую в данном случае… Нет, я не обязан называть словом понятия то, что вы называете. Я объяснил то, что я называю. Это не я называю. Нет, это вы называете. Существует определенная научная традиция. Не существует традиция. Смотрите. Евгений Казимирович Ваишвила, который этим занимался постоянно, он сказал, что понятие как форма мысли или мысленное образование есть результат обобщения предметов несколького класса и мысленное выделение самого этого класса. Смотрите, у вас есть разделение, потом соединение. Да ничего подобного. Разделение и соединение – это улица с двухсторонним движением. Если вы собираетесь выделить некий класс, то вы его объединяете сразу, вы объединяете эти предметы. Поэтому мне, как, скажем так, инструмент методологический, ваше определение понятия кажется бессмысленным или, по крайней мере, нерабочим. Или вы что-то другое этим называете. Вы называете этим ориентировочную деятельность, еще что-то. Ну, то, что понятие есть форма мысли и понятие вообще выражено в словах, ну, это, по-моему, азы, которые изучают на первом... Это не азы. Это одна из позиций. И вы прекрасно знаете, что если заползете в учебники и словари, вы найдете несколько, штук пять определений понятий, и нет единого. Вы знаете, у нас в пунктам били, зато вязали в словари, поэтому я в словари... Хорошо. Ответьте на один простой вопрос. Это очень всем будет полезно. Допустим, ребенок, когда ему спрашивают, где стол, он показывает на стол. Он еще не умеет говорить, он не знает, не может произнести слово стол, у него нет еще никакого обобщения, он ничего не обобщал. Что у него есть, что позволяет ему отличить стол, чего не было до того, как он стал отличать стол. У него есть родители, которые сказали... Нет, давайте отвечать все-таки. Давайте эксперимент, как я рассказывал. Показывают уточку и мячик. До какого-то времени он различает, что там есть что-то, нечто одно. Потом он начинает различать уточку от мячика. Он еще не знает слов. Точно по эксперименту он не знает слов уточка и мячик. Но он уже сначала принимает это нечто одно, потом это воспринимает как нечто два разных. Вот что изменилось в ребенке? У него появилось понятие уточка и мячик? Нет. Или нет? Не появилось. Нет. А что тогда у него появилось? У него появилось развлечение формы. А что дает ему развлечение формы? Развлечение формы – это внешний эффект. У него нет там внутри развлечения формы. Это внешний эффект. Это вполне себе... Извините, пожалуйста. Это вполне закономерный этап развития психики. Да, это понятно, что этап развития психики. Так что там развивается? Что появляется у ребенка, что позволяет ему отличить уточку от мячика? Он начинает воспринимать форму. Две разных формы. Понятно. Благодаря чему он различает эту форму? Вы говорите, он стал ходить. А что, окрепли мышцы, научился перемещать у него скелет и все прочее. Так вот, что у него произошло, благодаря чему он стал различать форму. А при чем-то ходить? Как это связано? Это связано с тем, что мы не объясняем хождение через то, что он это делает, а мы объясняем через внутреннее некое содержание. Вот что в ребенке изменилось, что он внешне стал различать форму. Понимаете? Это точно не понятие. Нет. Это точно не понятие. Это понятно. Понимаете, здесь вот, я всегда говорю, шаблон давайте. Я понимаю, что это очень режет слух. Это очень режет слух для многих. Но если что-то есть в ребенке, то есть если я, скажем так, если я различаю стол, что у меня есть понятие стол? Нет. Нет понятия стол. А когда у меня появляется это понятие? Когда вы выделяете функцию у нескольких стульев. Хорошо. Вот. Хорошо. Когда вы их объединяете в класс. Вот смотрите. Очень спасибо вам большое. Давайте все-таки разберемся. Мы имеем дело здесь с двумя понятиями или с одним. То есть есть нечто, с помощью чего мы различаем, но еще у нас нет класса, нет разделения на элементы, а есть некое синтетическое восприятие. Оно есть. Ребенок уже различает стол от стула, но у него еще нет класса мебели, нет класса стульев, нет ножек, ничего. Потом у него появляется то, что вы называете понятием, когда он может уже анализировать и говорить, что стул является стулом потому, что на нем сидят, у него есть функция. Но это же не сразу появляется. Что-то появляется раньше, с помощью чего он различает стул? Вот что это? Давайте на другое слово. Вот извините, но он не различает стул, он различает некий объект, с которым он справится. Понимаете, он стул не различает, но различает стул. Ну, абсурд же говорите. Он же различает. Он не различает стул. А как же? Когда я ему спрашиваю, где стул? Он покажет пальцем стул. Некоторый набор объектов. Некоторый набор объектов. Конкретный вот стул. Вы мне сейчас пытаетесь рассказать о генезисе абстрактного мышления. Нет, не собираюсь рассказать. Ну, что так оно и есть. Нет. А только вы начинаете различать стул, то есть вы таким образом объединяете ряд предметов в некий класс на основании чего? На основании функции. А функции предполагает определенные действия. И вас могут, как мартышку научить, называть это стулом, как, знаете, вот помните, у маршака в кошкином доме. Вот это стул на нем сидят, вот это стол за ним едят. Ну, да, хорошо, мы назвали это. Далее остенсивное определение методом указаний. Но это остенсивное определение будет действовать как нечто единичное до тех, пока вы не выделите предмет того же класса, а предмет того же класса выделяется через его функцию. А функция есть, вообще говоря, положенная цель, положенная другим. Нет? Я сделал стол, где мы на нем сидели. И вы здесь, вот понимаете, вы ребенка вынимаете из того, той среды, которая его формирует. Формирует его человеческая среда, которая существовала до него, которая ставила цели до него, и которая таким образом ему показывает, что да, вот существует некий набор предметов, на которых можно умостить свою попу. Вот это вот и есть стул. Кстати говоря, если позволите, пять копеек про вот эти дворники и датчик. Ровно так же действует действует человек, который обучает в компании какой-нибудь инжиниринговой датчик определения дождя работать в определенном диапазоне на определенной скорости и прочее. Он действует ровно так же, как вот только что вам объяснил Александр Сегал. Выделяя в начале меры в метриках управления, а потом через это, озвучивая эти меры как диапазон принятия решений, ну проще говоря, стол кончается, дальше упадешь. А после этого... Это уже идет бычок, качается. Да, идет бычок, качается, вздыхает на ходу. В хрясе упал. Соответственно, любой программист это знает просто как очень наш. Если вы не умеете разделять вот это на жизненные этапы формирования продукта, то вы никогда не сможете вообще заикаться даже о том, что вы искусственный интеллект будете делать, а тем более обобщенный. Вы уж меня извините за прямоту. Ну, я, к примеру, датчиком могу сказать, что датчик становится инструментом мышления. Вот, собственно говоря, и все. Но так, Владимир, вот могу поспорить. Сейчас есть датчики, как фазированные решетки движения, например. Они настроены только на один определенный, жестко определенный воздействие. Они не обладают мышлением. Они обладают автоматизацией. То, что мы называем... Вот обжегся, а я дернул руку. Это называется... Согласен со... Ну, конечно, конечно, кто же будет... Ну, а что у нас? Так мы договоримся, что у меня вот эта мышца, она мыслит. Нет. У меня спинной мозг мыслит. И принять решение... Ваше тело все мыслит. Естественно, да. Это очень сложный процесс, который Александр как-то вот пытается все время объединить одним словом. Если вы не растаскиваете это на ваши темпоральные, как вы называете, вот эти вот когорты, а потом их не сшиваете, у вас процесс никогда не будет адекватным. Понимаете? И в этом, вот именно в этом, вот ваша большая-большая проблема. Остается рассказывать о том, чем не можете управлять. Но управлять-то можно только тем, что можно измерить. Если вы не умеете измерять время, там расстояние и прочее, вы будете неадекватным в пространстве. Вы с дорожки убежите. Понимаете? Я хочу заметить по поводу измерений, что уже время наше истекло для дискуссии. И нам надо переходить просто... Да, прекращаем разговор. И просто давайте поделимся впечатлениями и уже разбежимся на две недели до следующего раза. А то через неделю будем шагать? Да, через две недели летом до осени. Потому что по летнему периоду... Так быстрее осень наступит. Да, то есть прекращаем сейчас дискуссию. И просто каждый что-то скажет в завершение. И разбежимся. Может, тогда сразу это выступить? Да. Ну, вы, конечно, время непродуктивно потратили. Потому что мы уже тысячу раз разбирали, что такое лингвокультурный концепт. Сергей Чебунович, я скажу, что бытовое мышление оперирует именно этим понятием, а не смыслами. В принципе, понятно, о чем говорил Александр. Ну, как бы технология, конечно, не очень удобная. То есть образ, конечно, здесь больше подходит. Потом вот это оперирование с образами в среде рационального, как бы, в том слое, где рация живет у нас. Ну, не факт, что это главное мышление все. Потому что не вот эту вот рацию, это больше как интерфейс ввода-вывода. Потом решение как-то принимается в сложных проблем. Как раз подсознание отрабатывает. Грубо говоря, у нас все равно эти образы, это некие нейроструктуры, которые сложно соединены. Как бы мы можем двигать, вот как на калькуляторе, да, мы шевелим. А можем как бы отпустить свободное плавание. И они сами там как-то разбираются между собой. Грубо говоря, опускаются на уровень ассемблера, все языка высокого уровня, а потом вот раз, и вот он ответ. И тут как бы к современным подходам в области искусственной интеллекта еще, кажется, как до Китая, до этой машины. Калькулятор-то они, конечно, сделают очередную. Ну, вообще-то. Да, вот по поводу знака. Я считаю, что надо говорить, что есть знак, который больше ассоциирован с образом, а есть понятие «отчужденный знак». Когда, так сказать, мы можем там написать сообщение, вырубить что-то из камня, так сказать. И вот именно вот такие «отчужденные знаки» и символы, они позволяют вести не просто распределенную деятельность, но распределенную по времени деятельность. Кто-то создал знак или там произведение «умер давно», а потом кто-то подхватил и продолжил, как бы. Вот это понятие, что знак «отчуждается», символ может быть «отчужденный». В этом же, ну, Владимир Иванович об этом очень хорошо говорит, что вирусный характер культуры, она живет как бы в параллельном пространстве, и мы рядом с ней существуем и пользуемся, как бы, каждую меру своих возможностей, конечно. Я думаю, достаточно. Да, хорошо, спасибо. Если позволите, тогда спасибо большое Александру за доклад. Я там в чат бросал вопрос, по ходу возникший. Может быть, не знаю, потрачу, подарю это свое время, это возможность получить ответ. Как-то меня смутило позиция насчет того, что понятие может быть, но при этом им не оперируют. Это мы про лягушек, как мы говорили. Если можно получить, если это возможно кратко пояснить, то я бы был признателен, вот за это пояснить не пока. Я давал ответ много раз. Ребенок видит стол, различает стол, но он не оперирует этими понятиями. Мы идем по улице, мы различаем кучу разных вещей, но при этом мыслим о философии. Вот мы различаем вывеску от дерева, дом от скамейки, потому что у нас есть понятия. Но мы ими не оперируем в это время. Мы оперируем философскими понятиями, наше философское мышление. То есть развлечение понятий и оперирование – это совершенно две разных ситуации. Ладно, я думаю, что понял позицию. Спасибо большое. В английском языке существует такое понятие, ну, в американском – staff. Один наш, мой однокурсник, ездил стажироваться в Ель и сказал, я понял, если ты не знаешь, что перед тобой в магазине, ты говоришь, а give me that staff. То есть что-то типа фиговина. Вот это такое как бы протопонятие, я так понимаю, Александр это рассматривает. Примерно в этом ключе. Мне очень понравилось впечатление от встречи и уже без коммуникации. Так, ну вот можно тогда здесь, Александр. Ну, на самом деле, в общем, мне было любопытно вот это вот услышать. Вот, но если мы все-таки обратимся действительно к работам Зориной и к работам Келлера на Тенерифе, ну, вот это, собственно говоря, речь идет о способности решения двухфазных задач, так? Ну, вот это вот, ну, то, что вы описывали, правильно? Значит, там более хитрые даже есть примеры с Майной, когда она просто сворачивала в трубочку бумажку и доставала, так сказать, предмет длинный и так далее. Это все? Да. Но дело в том, что здесь вот Келлер ведь на этом основании открыл понятие гештальта. То есть здесь нет оперирования понятиями. И ведь там весь фокус в том, что был, вот когда он описывал этого султана своего, который вот решал эти задачи, то он как раз уточнял, что он вроде делал, 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 потом он бросал это делать, и потом это складывалось у него в единое целое. То есть он не оперировал этим так, как вот оперируем мы, в принципе, если мы говорим о мышлении. Вот. То есть это, на самом деле, это очень интересный вопрос. И можно продумывать его и говорить, что вот у него были понятия или не были, но во всяком случае вот того вот последовательного оперирования понятиями вот в этих примерах нет, насколько я, ну, по крайней мере, насколько я знаю и понимаю. Вот. Это один момент. И все-таки вот здесь есть один вопрос, который меня постоянно занимает. Действительно, мы, ну, я не знаю, сказал я об этом или нет, я просто это не помню. И вы сказали, что нам нужно давать определение. Я вообще, ну, я понимаю, что в некоторых случаях определения нужны, безусловно. Вот. Но вот есть простой факт. На самом деле, вот не случайно, вот жалко действительно, что сейчас Елена Косилова ушла. Она упомянула работу Шеллера, там, значит, «Положение человека в космосе», где Шеллер ведь дает для него главное, главный критерий отличия человека от животных – это способность самосознания. Вот. И в этом случае способность самосознания появляется только с языком. Вот. Я не представляю себе никаких других ситуаций. Ну, просто. Вот если, может быть, Солярис каким-то другим образом это делает. Но это, в общем, клемму вопроса он сейчас уже не ответит. А узнавание себя в зеркале? Что? Узнавание себя в зеркале. А вот узнает ли он себя в зеркале? Узнает, узнает. Опыты уже проведены. Это я знаю, да. Там высшие приматы лягушка себя не узнает в зеркале, как вы понимаете. Лягушка? Так она и не мыслит. Шариков себя узнал в зеркале. Это мы помним. Есть там замечательная сцена в этом фильме, да, когда он на себя смотрит и удивляется. Вот. Нет. Но узнавание и мышление – это все-таки вещи разные. Но и вопрос узнавания и самосознания – это ведь тоже разные вещи. Вот. То есть мне представляется это, ну, здесь вот, конечно, слишком много запятых и слишком много вопросов. Но вот это те пункты, на которые я бы хотел обратить внимание. Но, в принципе, спасибо. Потому что, по крайней мере, вот так, ну, этот подход позволяет, во всяком случае, это каким-то образом обсуждать. И вот это мне было интересно. Спасибо. Спасибо. Если позволите, оттолкнувшись вот от как раз подсказанной Олегом идеи, ну, де-факто он… Ну, вот смотрите, вот, Ульяна, можно вас спросить? Ну, давайте уже… У вас же ребенок там… Нет, у вас ребенок там постоянно с вами занимается. А я вот, допустим, от жены схлопотал, когда мы в роддом пришли забирать ребенка. Она говорит, положи дочку на стол. Я положил, отодвинул там пищи и приборы, положил медсестре на стол. Она говорит, ты что, дурак? Вот он, пеленальный стол. То есть у нее ассоциативный ряд уже выстроился, а я еще не обучился. И я в этом смысле что, мышлением не обладаю? Да нет. Просто у меня понятийный ряд другого рода. Соответственно, а теперь про ребенка. Вот определение понятия стол, ну, раз уж вы его задали. У ребенка разве это с пеленального стола? Да он его не замечает, у него даже зрение там перевернутое. А когда он начинает замечать? Знаете когда? Когда он о ножку стола опираясь, начинает вставать. Для него функция стола совершенно другой род приобретает. Это некая такая сосновая роща, в которой он бродит между ножками стола. Поэтому говорят, пока он там пешком под стол ходит, он вот такого рода сознания обладает. Потом у него стол. Это с едой начинает ассоциироваться, потому что, ну, грудного ребенка за стол никто не сажает. А когда сажает по достижению определенного возраста, он же понимает, что это плоская форма, на которой игрушки, на которой еда. А потом неожиданно оказывается, что туда еще и тетрадь положили и сиди ровно. Понимаете, понятие стола для него приобретает уже функцию учебы. А потом это выдающийся мыслитель Александр Балдачев, у которого компьютер, и который отделяет эти функции, несмотря на жизненный цикл. Вы же темпоральщик. Я удивляюсь вам, Александр. Вы же темпоральщик. Знаете, что на определенном диапазоне, допустим, бабочка это червяка, потом она бабочка с крыльями. Но это та же бабочка, понимаете. Если не вводите понятие жизненного цикла в понятийный ряд определений, значит, вы мышление игнорируете. Потому что мысление – это научение разделять, соединяя. Спасибо за внимание. Да, спасибо. Можно одну буквально фразу. Дело в том, что использование… Когда ребенок показал на стол, даже если он не говорит, это все равно значит, что он уже начал осваивать язык, потому что язык – это и слушание, и говорение. Это двойной процесс. То есть, если он, допустим, еще плохо произносит, но уже он видит окружающее, и различает то, что ему помогает это различать, это значит, он уже обучается языку. И только тогда он может показать на стол. Просто если он только на один стол показывает, вот реагирует, и все, то это одна ситуация. Но если он уже может на разные столы показать и сказать «стол», ну, не просто показать, ему скажут, он покажет «стол, стол, стол», вот это и будет, в принципе. Это значит, что он уже языком обладает. Вы знаете, один маленький штришок из моей жизни. Я свою дочь учил за столом рисовать. Ну, я в аспирантуре учился, сажал напротив нее, себя садился, и я ей рисовал человечка, она смотрела на это. А потом я обратил внимание, что человечка она нарисует перевернутым, потому что я ее обучал, сидя напротив нее. И она видела человечка, я говорил, это человечек, это тот, кто… И она стала рисовать его в перевернутом состоянии. А вот то, что вы сказали, и когда ребенок на стол показывает, возможно, он кушать хочет. Когда он на стол показывает, возможно, он папу ждет, потому что папа за этим… Подождите, но мы же определим в конкретной ситуации, сказали. Ему говорят «стол, он показывает», и все. То есть в этом смысле… Да, значит, развлечение на уровне контекста идет. То есть семантическое ядро знака должно накладываться на семантическое ядро действия, контента действия, жизненного цикла и так далее. Вот и все. Тогда мы дойдем до искусственного интеллекта. Давайте мы уже прекратим обсуждение, а только индивидуальные высказывания завершающие. Позвольте я выскажусь. Да. Значит, на самом деле было очень интересно. Такая всегда хорошая разминка. Вот. Мне понравилась… Вот Олег вспоминал идеи, в смысле, келлеровские опыты. Я хочу добавить сюда две вещи. Первое – это когда тот же Петр Яковлевич Гальперин описывает… Но это не келлеровский опыт. Медведя, который промахнулся… Молодого медведя, который промахнулся в броске за дичью. И несколько раз повторил, что называется, на местности вот этот бросок, который ему не удался с реальной дичью. Вот это очень интересный момент, о котором Гальперин говорил. И келлеровский опыт, там один вспоминается очень интересный, когда обезьяне подвешивали корзину с фруктами через блок. То есть нужно было не подтянуть корзину как-то. Обезьян понимал, что надо подтянуть вниз. А она не понимала, что достаточно снять с крючка кольцо и отпустить другую веревку. Гальперин говорит, смотрите, ту операцию, которую пятилетний ребенок легко проделает, обезьяна не проделает. Почему? Потому что та закономерность, которой нужно воспользоваться, она не очевидна, и она описывается в языке, иначе. Это к вопросу о языке. По формированию, смотрите. Когда говорят «стол», ребенок видит один единственный стол у себя в доме, для него это имя собственное. Точно так же, как ребенок, если у ребенка есть брат по имени Васи, ему очень сложно понять, что может быть в мире другой Васи. Потому что Вася для него – это конкретный Вася. Поэтому все-таки речь идет о том, что понятия складываются, когда мы конкретного Васю, мы встречаем другого конкретного Васи, наряду с тем, который мы знаем, другой конкретный стол, другой стол по сравнению с тем конкретным, которым мы знаем, и объединяем их в класс. Вот это есть начаток мышления, и как раз он связан с языком однозначно. И одна очень интересная такая мысль, на которую меня все это навело, в смысле, вот наш разговор еще на мысли, это вот Николай, когда сказал, что ребенок стукается пяткой об этом перенялись в стол. Знаете, как раз опыты в Загорском интернате со слепо-глухниными детьми, я имею в виду Ильенкова, который проводил теоретическую базу под это дело. И там тоже вот эта ориентировочная деятельность как начало формирования психики описывается, потому что ребенок не в состоянии ни на что сориентироваться, кроме как на пищу. Ребенок не видит и не слышит, и ему из капельницы на губы капали молоком. И для того, чтобы он начал ориентироваться, я повторяю, у него есть только тактильные, поступающие через тактильные каналы информация, ему эту капельницу начинали отводить вправо и влево, и он искал ее и начинал ориентироваться в пространстве. Вот это тот начаток мышления, который чрезвычайно трудно сформировать было у слепо-глухонемых детей. Вот это тоже интересная вещь. На самом деле мы, мне кажется, подняли классическую тему, и размяли ее, так что всем спасибо, мне было интересно. Да, спасибо. Так, у нас остался Максим Ковалев и Ульянов для завершения. Ну да, я тогда скажу. Сговор действительно интересный. Мне там заставляет задуматься. Мне кажется, мы слишком ушли. Мне понравилось некоторые мысли из того, что у Александра насчет того, что я, кажется, понял, и мне понравилось насчет того, что неважно какое мышление образное, необразное и так далее, что это некоторый какой-то процесс. Да. Но мне кажется, что случилось немножко самбурно, потому что, опять же, все-таки определения, они, наверное, нужны. Мы опять сегодня начали говорить о том, что все-таки о каком-то вот субъективном мышлении, о том, что ребенок начинает отстраивать какой-то вот свой мир. Но это как-то там гуссерлийская химинология, с одной стороны. А с другой стороны, ну вот то, чего я говорил в начале, что есть вот некоторые там объективные мышления, да, это реагирование животного там, и субъективация. И, наверное, вот поставить вопрос в лоб о том, мыслят животные или не мыслят, наверное, не очень корректно. Во-первых, потому что мы действительно не имеем общего термина, определяющего, что такое мышление. А во-вторых, даже если мы асимпатически будем как-то приближаться, потому что это оперирование знаками, чем-то еще, а здесь, наверное, все-таки в большей степени надо говорить действительно о наличии объективного и субъективного мышления, да, вот составляющей. И если обсуждать, то наличие вот первого и второго у животных, и, соответственно, в этом плане, насколько они близки или далеки от человека. Мы действительно вот такой антропотизм есть, то, что мы пытаемся на нас перенести, на наше поведение перенести на, если наше сомбурно говорю, прошу прощения, перенести на животных и попытаться воспроизвести, а мыслят ли они как человек в какой степени. Наверное, это неправильно, и, наверное, здесь правильно поставить вопрос, а есть ли в какой степени и как работает объективное мышление у человека и у животных, и есть ли зачатки субъективного мышления, там, да, субъективности у животных и человека. Наверное, вот более корректно тогда так вот ставить вопрос, обсуждая вопросы мышления животных. Но ни в коем случае не в лоб бруткорсом обсуждая о том, что лягушка, человек, там, ребенок мыслит или не мыслит. Наверное, вот такое для себя вывод сделал. То есть невозможность прямой постановки вопроса, она некорректна своей основе, как мне кажется. А так очень было интересно и доставило задуматься. Спасибо. Да, спасибо. Ульяна, на завершение скажешь пару слов. Да. Спасибо всем за разговор. У меня все-таки складывается, и мысли Максима очень как-то резонируют с моими мыслями вот по поводу животных и о том, что весь, ну, большинство доклада, да, Александр, то есть мы скатывались к людям прежде всего, да, вот к тому, как у ребенка там стол формируется, да, это как бы хорошо все. Ну, опять же, мы закрываем глаза на, как бы, полевые исследования, которые, ну, в моем, да, понимании, они представляют гораздо больше интереса, потому что недаром я про какие-то, ну, задачи, да, изначально говорила, потому что те же павианы, они заняты деятельностью, то есть 4 часа в день они тратят на добывание пищи, и потом остаток дня проводят в праздности, так, ну, как описывает автор, портят нервы друг другу, да, и то, что они делают, ну, да, на мой взгляд, до этого тоже нужно додуматься, вот, это первое. Второе, второе, что мне пришло, как бы, не все народы создают войну и мир, да, и мне вот вспоминается, ладно, сейчас, ну, как бы, африканский континент считается одним из менее развитых, особенно если мы возьмем племена, которые живут в первобытном общинном строе, которых не коснулась тлань колонизаторов, они, то есть вот как жили там, не знаю, сотни лет назад, тысячи лет, так и живут, да, те же бушмены, например. Возможно, у них есть какой-то, какие-то мифы или эпосы, которые они передают друг другу, но, опять же, каких-то великих там нет, но я понимаю, что, то есть то, что у них есть речь, это дает им преимущество от тех же павианов, вот. То есть здесь вот этот вопрос встает, как бы, такой, наверное, непривиальный. И еще один вопрос, который возник буквально недавно, он касается исследований китов. Вот сейчас я вначале скинула две ссылки на последние исследования кашалотов и косаток. Скорее всего, по синим китам тоже есть. То, что они общаются, они тоже же стадные животные, у них у каждого стада есть свои какие-то поведенческие паттерны, какие-то другие, и, в частности, по поводу кашалотов, у них совершенно разный язык, то есть они, их песни различаются. У косаток, в общем, у кашалотов более похоже на азвук морса, то есть это такие щелкающие звуки, там в ссылках есть, их можно послушать. И вот по кашалотам те люди, исследователи, которые за ними тоже много лет наблюдают, наблюдали двух малышей кашалотов, братьев, которые на протяжении 40 минут плыли вместе и как бы общались, играли, то есть крутились там и прочее. И это, похоже, был в английской статье как чат, чатинг, да, то есть легкое щебетание такое. Так, и вот сейчас, на что вот эти исследователи радуют, они объединяются с программистами и хотят использовать искусственный интеллект, который бы им помог расшифровать эти тысячи записей, которые велись тоже на протяжении многих десятков лет и записывали песни и речь китов, и попробовать выявить, есть ли у них вообще какой-то синтаксис, и есть, можно ли сказать, что у них есть язык. То есть, но опять же, мы здесь, если Александр сказал четко, у животных языка нет, у них нет речи, да, то есть то, что мы знаем. Но опять же, сейчас технологии продвинулись к тому, что мы можем задать вопрос такой еще с легкой надеждой, может быть, у них есть, потому что они вокальные животные. Ну, вот такие вопросы, которые возникают, возникли, ждут ответа. Может быть, когда-нибудь мы их получим. Спасибо. Да, хорошо. Да, Владимир Аршинов, да, скажешь? Нет, ну я буду поскорщен. Было очень интересно мне. Вот, ну, собственно говоря, я с удовольствием бы этот полемик продолжил. Ну, наверное, в другой раз. Спасибо. Да, ну я тоже тогда в завершение скажу, стараюсь покороче. Ну, как, ну, на самом деле, как живой был разговор, но вот как-то я, энергии, может, не хватило, чтобы прорваться. Вот, а так я вот сейчас тяжу, размышляю о том, что все-таки, ну, для меня, как я в самом начале говорил, мир как-то разделен на разные реальности, которые при этом существуют в одном и том же, в какой-то одной и той же ситуации, которую я называю вот здесь, сейчас. Ну, а реальности какие очевидные? Это реальность физическая, реальность биологическая и реальность смысловая, которая при этом распродается на две, на два каких-то тоже рукава. На психическую реальность и социальную. И, собственно, социальная реальность – это коммуникация, а психическая реальность – это сознание. И когда мы говорим, вот Александр говорит, не надо говорить про сознание. Но, тем не менее, как говоря о мышлении, мы в первую очередь имеем в виду сознание. И, собственно, об этом говорила вот Лена Касилова, когда она стала говорить об усердии. Ну, и при этом здесь еще как бы четвертый тип реальности для меня вырисовывается. Это реальность философская. Как бы нереальная вообще реальность. Да, и реальная. Потому что гусердерские интенции – это уже что-то совсем абстрактное. Очень такой здесь интересный момент с этими реальностями. Ну, то есть, во всяком случае, если мы говорим про животных, то мы должны понимать, что мышление, которое мы взяли из человека и которое мы приладили к животному – это как бы не то мышление, как у человека. То есть, мышление животных – это не мышление человека. Это какая-то другая реальность. Ну, и для меня, скажем, реальность жизни – это вообще реальность функционирования. И, соответственно, мышление животных – это какой-то тип функционирования. В отличие от мышления человека, которое происходит в смысловой среде, в смысловой реальности. И здесь действительно это уже не функционирование, но это вот некоторый процесс сознания. И процесс, ну, здесь вот как раз проявляются вот эти понятия там субъективности, субъектности даже. Вот. И появляется вот понимание… Очень много говорилось про мышление, про психику, про психическую реальность. Ребенок, животные. Я еще хотел вставить, сказать о мышлении, о сознательном мышлении и бессознательном мышлении. Мышлении, которое вот всех терапевтов, скажем, выделяют. Вот. Но, скажем, вот этот вот пласт, который вот Лена Косилова намечала, это вообще не про мышление в психическом смысле, а это про мыслимость. И здесь уже возникает разговор про язык, про коммуникацию и про логику. И здесь как раз идет смычка вот с понятием вообще можно ли создать сильный искусственный интеллект, который обладал бы субъектностью такой же, как у человека. Вот. А здесь для меня еще момент вытекает такой, что, ну, как бы вопрос об эволюции коммуникации. Вот у нас не было языка, в том язык появился, потом появилась письменность, потом появилось тиражирование этой письменности, потом появились средства массовой информации. Это все идет изменение коммуникации, изменение при этом общества происходит, и происходит при этом еще изменение сознания, и происходит некое развитие субъектности. А сейчас мы приходим к следующему этапу, когда появляется вот эта коммуникация виртуальная, в которой мы сейчас находимся. коммуникация, поддержанная программным обеспечением. Вот. И оказывается, что эта коммуникация, она вдруг может превратиться в некоторый там искусственный интеллект, который тоже вдруг здесь на нашем экране появится в виде какого-то аватара, и начнет с нами беседовать, и мы его не отличим от кого-то из наших участников. Это такой фантастический как бы ход, ну, в общем-то, уже какой-то предвидимый. И в этом смысле для меня, скажем, интересен такой мысленный эксперимент, что когда мы делаем, скажем, пластинку, которая говорит «мне больно», вот, и мы понимаем, что это пластинка, и что это как бы механизм, этому механизму не больно, хотя он нам и говорит, что ему больно. Но когда будут эти слова «мне больно» говорить «нейросеть», которую мы не знаем, как она к этому пришла, мы учили ее, вообще-то говоря, как-то реагировать какими-то словами. И она вдруг стала говорить «мне больно», и я не знаю, вот, как к этому относиться, как к этой пластинке, которая, механизм, в котором нет вот этой самой как бы субстанции, в кавычках, да, которая ее делает равной «мне», или все-таки там что-то такое есть, уже даже на уровне нейросети. Вот, скажем, мне вот так интересно размышлять над этим таким мысленным экспериментом. Да, ну на этом, наверное, я закончу. Спасибо, мне было интересно. Мне кажется, что это еще имеет, возможно, мы как-то может продолжим это обсуждение на эту тему, потому что много вот аспектов осталось за кадром. Очень жалко, что вот Лена здесь как-то не включилась в эту дискуссию. Вот, да, тогда на этом давайте будем завершать. Я хочу понять, что у нас будет через две недели. Вот Олег Донских говорил, что он мог бы, что интересно было бы поговорить, как истинность повлияла на коммуникацию. Да, я, ну, вы знаете, это вот все-таки в сентябре. Сейчас просто я сейчас вот ближе к Александру, чем кому-то другому, поскольку я сейчас на Крите. Вот, и мне все-таки нужно, ну, в общем, где-то в сентябре я готов на эту тему выступить, но сейчас я просто не смогу в ближайшее время. Да, ну, если будут какие-то идеи, ну, либо мы тему какую-то объявим. Вот можем продолжить тему, как возможно, интерсубъективная коммуникация с учетом вот разговора нашего сегодняшнего про мышление животных. Леонид, а можно маленький вопрос? Вот я одно время очень много интересовался вот типами датчиков у разных типов животных. Ну, например, вот, ну, я не знаю, знаете вы или нет, но у стрекозы, у некоторых видов, есть две пары глаз. Одна для, ну, фазированной решетки, то, что для дальнозоркости, а вторая для приближения к мухе, она переключает зрение на вторую, потому что, ну, фазированная решетка не даст объекта на расстоянии, там, 5 сантиметров. И у нее маленькая пара глаз, это то же самое зрение, но оно работает принципиально по другому типу. И вот образ мухи там совсем другой, чем для фазированной решетки. Хотя это та же муха, которую она сейчас сожрет. Ну, соответственно, вот эти переходные процессы, или, допустим, вот, ну, все мы знаем, что цветомузыка, это не просто воздействие на один орган чувств или на второй, на, там, зрение и слух, а вообще комплексное воздействие – это психоделика. Соответственно, вот, с одной стороны, разные типы сенсорики, а с другой стороны, разные типы обработки и переноса одного смысла. Ну, когда говорят, вот этот художник так слышит, понимаете, вот абстракционисты, они обожают так говорить, что «я вот так слышу». Поэтому вот этот вопрос для нейросетей, когда я сходил на выставку, в Петербурге была, когда нейросети рисовали разные арт-объекты. Это обалденная вещь, вот. И она близка к тому, о чем пытался Александр говорить, потому что вот это то, чем мы будем жить, и в чем мы будем жить. Когда Ольга Бузова там на МХАТе выступает, это ровно туда, потому что ТикТок, он сейчас деформирует сознание молодых. И оборонять это сознание от ТикТока надо особым и правильным образом. Соответственно, вот я, как чистый практик, я бы очень хотел обсудить, какое число датчиков достаточно для того, чтобы объективно характеризовать картину мира. Вот у нас же шесть датчиков, да, ну, включая вестибулярный аппарат, а у акулы их 12, а у некоторых видов 15. Вот, может быть, у нас в голове засели эти шесть датчиков, которые, когда мы спим, активируются, и это и есть воображение. Понимаете, вот тогда абстрактная картина мира, мне понятно, где она формируется, почему человек отличается от животного. Вот вы отрежьте у мартышки хвост, и она потеряет часть своих координатных пространств, потому что вестибулярный аппарат у нее не сможет координировать ее тело. Ну как, летчика посадите в кресло на землю в офис, и он сдуреет, потому что у него вестибулярный аппарат настолько развит, что он стал 12-координатным человеком, он летал. А тут раз, и его там бумажным червем за столом. Вот, и, соответственно, вот эти вот психофизиологические переходные процессы, по-моему, они могут быть ключом к тому, что называется вот эта самая фантазия. Вот есть у собаки фантазия или нет? Вот я знаю, что моя собака спит и видит какие-то картины. Она там поскрипывает, лапами дергается и прочее. То есть она сны-то видит, но она не может идентифицировать себя в этих снах. И просыпаясь, она не записывает, что ей приходит в голову, а она идет дальше кушать там косточку. Да, нам надо завершать уже, к сожалению. Нет, вот я хотел бы поставить вопрос. Может быть, то, о чем вы говорите, это хорошая вещь. Но, может быть, практические вещи пообсуждаем? Ну, не знаю. Ну, надо подумать. Сейчас уже время у нас. Да, если будут, спасибо за предложение. У каждого свое есть понимание практичности. Понимаете, в чем дело? Опять же, у каждого своя практика у нас. И свои практические задачи. Это, опять-таки, такой вопрос. Давайте определим, что такое практические вещи. Николай, вот для вас это одно. А для меня практическая вещь, но это немножко, как мне кажется, другое. Нет, ну, это сформулировали еще немцы, написав «каждому свое». Да, может, это латинское выражение. Ну, знаете, у Канта есть критика практического разума, если вы знаете. Это великий немец тоже, да. Да, ну, давайте мы уже будем завершать. И, ну, какие будут идеи, еще мне, может, кто-то напишет. Ну, или я с кем-то буду переговаривать. Спасибо за сегодняшнюю встречу. У меня было... У хорошего. До свидания. Всем спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.